1864 год. Вашингтон. Белый дом. На стол президента Линкольна секретарь кладет тощую папку. Это что, тот самый дезертир, который сбежал из армии к жене? И что теперь? Суд приговорил его к расстрелу? Да, господин президент. Президент берет перо и пишет резолюцию. Помиловать. Потом поднимает голову и говорит секретарю. Отправьте парня домой к жене. Через год он пожалеет, что его не расстреляли. Но что все это значит? Оказывается, национальный герой Америки, 16-й президент США Авраам Линкольн, до смерти боялся собственной супруги Мэри Тотт. Линкольн накритиковала за манеру одеваться, за то, как он себя ведет, за то, что он сутулит, за то, что он делается не так. То есть он находился, Линкольн, вообще под постоянным прессом со стороны своей собственной супруги. Но как такое возможно? Ведь они меняют мир, покоряют страны и континенты, строят многомиллиардные корпорации и навсегда вписывают свое имя в историю. Настоящие мужчины, альфа-самцы. Но кто они на самом деле? Почему многие признанные гении боятся своих жен и становятся подкаблучниками? Или превращаются в мелких домашних тиранов? Неужели действительно от великого до смешного один шаг? Как жена учила президента Линкольна родину любить? Она его огрела поленом по лицу. И была ли она связана с его убийцами? Почему академику Сахарову с женой жилось не сладко? Она в присутствии других людей, допустим, могла дать пощечину. И как Йока Она поставила на колени Джона Леннона? Они там занимались любовью в различных местах. Правда ли, что Леннон до сих пор жив? Я совершенно уверен, что он живет сейчас на севере Италии. А Пол Маккартни давно уверен. Почему жена Марка Твена уничтожала его романы? Она пригласила священника и многих знакомых. И демонстративно его сожгла. И какие романы крутил сам писатель? Как он предсказывал собственную смерть? А также, что творится в мозгах у миллиардеров? И просто пришлось какое-то время пожить в браке с собакой. И когда вымрут настоящие мужчины? Смотрите прямо сейчас. Все о великих обманах человечества. Супруга президента Линкольна Мэри Тодд не просто изводила президента придирками, но и частенько таскала отца основателя Соединенных Штатов за его знаменитую бороду. Она могла просто подойти и приснуть ему при подчиненных кофе в лицо. Президент мог опоздать на заседание, потому что дрожайшая мэри спрятала его брюки за какую-то домашнюю провинность. Уже будучи президентом, он пришел на заседание в кабинет с перебитым носом. Оказывается, она его огрела поленом по лицу только из-за того, что он вовремя полено не положил в камин. Она направо и налево транжирила семейные деньги и даже средства налогоплодельщиков. А Линкольн молча оплачивал метровые счета и как мог пытался замять очередной скандал. В один год она купила 300 пар перчаток. Линкольн сам вообще был в недоумении. Он сказал, вообще, собственно говоря, эти вещи-то когда-нибудь ты будешь носить? По иронии, Линкольн, добившийся отмены рабства, сам всю жизнь прожил с настоящим домашним диктатором. Может, именно поэтому он так рьяно отстаивал идеалы демократии? Добивался свободы? Не себе, так хотя бы людям? Что связывало эту скандальную парочку? Ведь они, казалось бы, были полными противоположностями. Она потомственная аристократка, а он, что называется, парень из низов, без денег и положения в обществе. Поначалу Мэри и Авраам были без ума друг от друга. История их знакомства словно взята из женских романов. Линкольн, подойдя к Мэри, заявил, могу ли я вам предложить самый ужасный танец, который когда-либо вы танцевали в своей жизни? Мэри подумал, что он пошутил. Но действительно, когда они вернулись, ответил, это было ужасно. Это было на самом деле ужасно. Вот так состоялось их знакомство. По мнению историков, именно Мэри Тодд превратила сына фермера в харизматичного лидера и президента страны. А может, это она помогла мужу стать масоном? 14 апреля 1865 года. Линкольн с женой и свитой смотрит спектакль в театре Форда в Вашингтоне. В 10 часов вечера в президентскую ложу входит безработный актер Джон Бут и стреляет президенту в затылок. Убийце удается скрыться. Линкольн к утру умирает, не приходя в сознание. В тот злополучный вечер к президенту был приставлен всего один телохранитель. И надо же такому случиться, что он покинул свой пост перед самым покушением. Личный охранник вообще ушел в пивную пьянство. Вот что за охрана такая? Такие вещи могут быть только вот, когда специально готовится стоп. А Джон Бут? Он принадлежал к известной актерской династии. И никак не был связан с рабовладельческим югом. Более того, после рокового выстрела Бут прыгнул с трехметровой высоты и сломал ногу. На спаге у него была шпура. Задел шпурой флаг Соединенных Штатов Америки и сломал при этом берцовую кость. И это что не помешало ему выбежать из театра и крикнуть такую фразу известную. Так поступают со всеми тиранами. За ним бросились, за ним бросились туча же в погоню. Но его не смогли догнать. Все дороги из города были перекрыты. Но хромой убийца каким-то чудесным образом преодолел заставы и скрылся. Но кто же тот таинственный и обладающий огромной властью помощник? Скорее всего, он был из своих. Полицейский, который выпустил убийцу Линкольна по одному из мостов, пропустил его. Этого полицейского судебно, ну скажем так, не преследовали. Он удостоился только некого мягкого порицания. Но на самом деле это же было воинское преступление. И, наконец, во время облавы убийцу застрелили. Хотя полицейским дали четкое указание взять главного заговорщика живым. А его дневники, в которых якобы излагался план убийства президента, почему-то так и не были представлены суду. По мнению многих исследователей, Бут и его подельники были всего лишь исполнителями. А истинные организаторы покушения на Линкольна – его ближайшие соратники. Среди них был, например, Уиллис Грант, будущий 18-й президент Соединенных Штатов. Он был как бы и заодно с Линкольном, но одновременно Грант, он ратовал за то, чтобы обложить Южные Штаты большой контрибуцией. А Линкольн был против этого. Известно, что в театр, где разыгралась трагедия, Линкольна пригласил именно Уиллис Грант. А сам не пришел на спектакль, сославшись на семейные обстоятельства. Не слишком ли много совпадений для одного вечера? Но могла ли не знать об этом заговоре та, которая следила за каждым шагом президента? Мэри Тодд, по крайней мере, должна была подозревать неладное. Почему она не предупредила мужа? Могла ли она желать его смерти? Возможно, жена 16-го президента Соединенных Штатов почувствовала, что она теряет власть над своим мужем и решила убрать его за это. Возможно, она говорила мужу о заговоре и опасности, но Линкольн посчитал это очередным вздором. Известно, что к концу их совместной жизни Мэри Тодд страдала нервными срывами. У них было 4 сына, и лишь один из них пережил мать в дальнейшем. Все остальные умерли в достаточно раннем возрасте. Вскоре после убийства Линкольна Мэри Тодд упекли в клинику для душевнобольных. Причем сделал это ее единственный сын. Согласитесь, очень удобно. После такого она могла кричать о заговоре на каждом углу. Но кто будет слушать выжившую из ума старуху? Эта книга давно стала одной из самых известных за всю историю литературы. А ведь на самом деле о приключениях Тома Сойера мы могли так никогда и не узнать. Оказывается, супруга Марка Твена, Оливия, устраивала дома самые настоящие обыски. И если находила неугодные ей черновики, уничтожала их на месте. Как оказалось, рукописи прекрасно горят. Настоящее преступление перед потомками. Сэмюэл Клеменс, он же Марк Твен, даже завел специальный тайник, где прятал черновики от своей жены. Держал в себе в своем сейфе, знаменитом сейфе, который называется «Против миссис Клеменс». В этом сейфе как раз он хоронил многие произведения, которые не одобряла Оливия. Но с какой стати эта женщина так поступала с трудами своего мужа? Оказывается, в этих записях писатель Твен высмеивал политиков, чиновников и даже церковь. За такое его могли убить на дуэли или отправить в тюрьму. Оливия просто уничтожала улики. Твен души не чаял в своей жене и ласково называл ее «Лайви». По-английски это звучит почти как любовь. И вообще вел себя как законченный подкаблучник. Он ее слушался абсолютно во всем. То есть это доходило, он даже сам признавался в каких-то своих мемуарах в детстве «Лайва». Он мне сказала, что носки – это не элегантная мужская одежда, я бы близко к ним не подошел. Их отношения пронизаны мистикой. Известно, что Твен организовал в Америке общество парапсихологов. И он действительно обладал сверхъестественными способностями. Это испытали на себе родители Оливии. Когда он пришел знакомиться с матерью, он сел и рассказал им будущую жизнь. То есть что с ними произойдет в течение ближайших пяти лет. Все ему не поверили. Но потом все события осуществились точности до даты. Более того, Твен предсказал смерть своей жены, детей и даже собственную кончину. За год до смерти он сказал, вот комета Галлея пролетела, когда я родился, а когда она пролетит снова, меня не будет. Я улечу вместе с ней. Вот этот момент, что предвидение собственной судьбы – это было характерно для Марка Твенова. В 1902 году Лайви слегла от неизвестной болезни. Точно в тот день, как он и говорил. Твен день и ночь дежурил у ее постели. Спустя два года Лайви умерла. И снова в день, предсказанный Твеном. Говорят, он так и не оправился от этой потери и больше не посмотрел ни на одну женщину. Хотя его секретарша, Изабель Леон, устроила настоящую охоту на своего шефа. Она его преследовала. Причем преследовала так, что он был вынужден прятаться от нее в течение целого полугода. Потому что она устроила на него охоту, в плане, что не давала ему прохода. Эти домогательства начались еще, когда жена Твена, Оливия, была жива. Она его преследовала в течение всего этого приема. Мало того, она просилась в гости к ним, к Леменцам. Туда приехала, осталась жить на целый месяц. В итоге сами к Леменце уехали с собственного дома, оставив ее одну. Считалось, что писатель так и не поддался соблазну. Но, возможно, Твен не был таким уж непреклонным. Недавно Калифорнийский университет Беркли опубликовал неизвестную ранее автобиографию писателя. Твен завещал не печатать ее сто лет после своей смерти. Этот документ получил название «Досье для шантажа». 429 страниц шокирующих откровений, где писатель рассказывает о том, как его соблазнила Изабель Леон. Они стали близки в 1904-м. Это год смерти жены Твена. Возможно, писатель даже не дождался, пока Лайви умерла. И, оказывается, писатель собирался жениться на Изабель. И он даже купил ей ферму. То есть есть свидетельства о том, что он, в общем-то, ее задаривал подарками, давал ей деньги. Их брак расстроила дочь Твена, Клара Клеменс. Она обвинила Леон в воровстве 2000 долларов. И Твен поверил. Он уволил Леон и пригрозил опубликовать досье об их романе. Дошло до того, что Марк Твен, который был достаточно щедрым человеком, попросил назад вернуть имение, которое он подарил этой даме. И вот до конца своих дней, вот до чего довели, он потрясал перед ней вот этими 429 страниц досье на нее. Как она его шантажировала. Но было ли воровство на самом деле? Зачем это нужно? Без пяти минут жене известного писателя? Она бы и так получила все. Возможно, дочь Твена просто оклеветала будущую мачеху. Сначала она боялась, что она потеряет состояние. А у нее в руках было это досье. Эти 429 страниц. И только папа пишет завещание на свою любимую, возобновляет с ней отношения, она в суд подает эту бумагу. Вот, собственно, что ей нужно было. Но для Твена это был, конечно, позорный акт. На старости лет писатель и вовсе стал проявлять странный интерес к маленьким девочкам. Он даже организовал клуб «Аквариум», куда выпускались девочки не старше 13 лет. И его секретарь даже замечал, что как только он появляется в новом обществе, действительно, он очень сильно обращает внимание на молодых девочек. Многие даже подозревали Твена в педофилии. Но на самом деле все было не так. Идея была о том, что они, или те, кто входят в это общество, они не самостоятельные личности. Они переселенцы. У него была навещанная идея о том, что ее дух, дух Оливии, остался на земле и сопровождает его только в теле другой девушки. Присчитал, что примерно нужно искать 10-летнюю или 11-летнюю девочку. Кто знает, может, переселение душ действительно существует. И Твен сумел отыскать свою Лайви в новом воплощении. Ведь далеко не всем гениям довелось встретить настоящую любовь. Водородная бомба. Оружие невероятной разрушительной силы. Трудно представить, но у себя дома создатель самого грозного оружия на планете покорно сносил оплеухи от собственной жены Елены Боннер. Она моментально закипала, и при этом она была тяжела на руку. То есть был не раз, когда она в присутствии других людей, допустим, могла дать пощечину. Скорее всего, он безумно тяготел к этому темпераменту. Всепоглощающий такой вот внутренней силе этой женщины. Правда, те, кто лично знал эту пару, уверяли. Именно такая железная супруга и была нужна опальному академику. Понимаете, Сахаров был человек внешне мягкий. Это предполагает такой интеллигентский кодекс поведения. То есть он не грубил, он не выражался, насколько я знаю, по матери. Елена Георгиевна, она была человек более резкий. И в этом отношении, я говорю, она действовала как меч в его руке, когда нужно было поговорить, может быть, с кем-то даже из охранников пожестче, что-то добиться. Первая жена Сахарова умела от рака в 69-м году. От этого брака у него осталось трое детей. Две дочери Татьяна и Любовь, и сын Дмитрий. Но когда Сахаров встретил Боннер, его родные дети фактически стали сиротами при живом отце. Боннер, а у него было, значит, двое детей, дочка старшая и сын. Он им гораздо больше внимания уделял. Ну, то есть не гораздо больше, а просто так, только им внимания уделял. Сахарова не было рядом с его детьми даже в их самые трудные минуты жизни. Даже когда у его дочери при родах случилась трагедия, умер ребенок, он даже не приехал навестить ее, а просто позвонил. Дмитрий Сахаров много раз заявлял в прессе. Это все интриги их мачехи Елены Боннер. Она хотела отсечь все его прошлое. И он с ними практически не виделся, со своими детьми, хотя, значит, и он жил в Москве, и они жили в Москве. В 80-е, уже находясь в ссылке, Сахаров несколько раз объявлял голодовки. Он неделями не притрагивался к еде. То требовал, чтобы Елену Боннер выпустили за рубеж на лечение, то выбивал разрешение на выезд для ее невестки. Дмитрий пишет, я понимаю, если бы там это была голодовка с требованием запрета испытания ядерного оружия. Тут еще как бы это можно понять. Для того, чтобы нескольких молокососов отправить в Соединенные Штаты, академик Сахаров, гордость советской ядерной физики, значит, вот он голодает. После одной из голодовок у него случился инсульт, там какие-то спазмы мозговых сосудов. То есть ему это даром не проходило. Зачем же Елене Боннер и ее родственникам понадобился академик, находящийся в Апале? Мне кажется, что здесь вот этот вот, так сказать, расчет, она становится соратницей лидера русского, советского диссидентства. Это как из лейтенантов сразу взлететь там, скажем, каким-нибудь генерал-майором. Когда она вместо него получает Нобелевскую премию и читает, значит, его Нобелевскую речь, это ее очень-очень привлекало. А с другой стороны, и появлялись возможности использовать Сахарова как рычаг для того, чтобы устроить своих детей, которые не хотели жить в Советском Союзе. И муж стал для нее билетом к свободе и независимости. В том числе и материальный. В 89-м, после смерти Сахарова, Елена эмигрировала в США. Открыла там фонд его имени. А родным детям академика достались только крохи от продажи их семейной дачи. Несколько лет назад музей Сахарова в Москве был на грани банкротства. Один известный русский олигарх выделил на его спасение 3 миллиона долларов. Но этих денег Московский музей так и не увидел. По распоряжению Елены Бонар доллары поступили в ее фонд, находящийся за границей. С этих 3 миллионов она очень большую честь дала своим детям. Два года назад Елены Бонар не стало. Имя Сахарова сытно кормило ее долгие годы в эмиграции. А теперь ее дело продолжила дочь Татьяна. Она открыла в Бостоне некий архив Сахарова. Хотя такой уже есть в Москве. От американского правительства эта организация безвозмездно получила полтора миллиона долларов. Джон Леннон. Гений рока. Секс-символ 60-х. У него было все. Деньги, толпы фанаток, готовых выполнить любое желание. И жена Синтия, которая все это прощала. Он признался, у меня были тысячи женщин по всему миру. И тут, на пике славы, Леннон знакомится с художницей-модернисткой Йокоона. В переводе с японского ее имя значит «Дитя океана». В 1966-м они с Ленноном столкнулись на какой-то выставке, вроде бы случайно. Но на самом деле это знакомство спланировала сама Йокоона. Джон Леннон не обратил на нее внимания никакого. А она обратила. Поскольку она женщина амбициозная, если так брать ее мужей, любовников, они все были заточены под то, чтобы не себя пропагандировать, а ее, ей помогать в ее восхождении наверх. Потом она часами караулила его возле дома, добиваясь встречи. И получилось. Леннон ее заметил. Для Леннона это была рядовая интрижка. Когда он стал встречаться с ней, рядовая интрижка, они там занимались любовью в различных местах. Если бы спросили, Джон, ты хочешь, чтобы она стала твоей женой, естественно, он бы ответил отрицательно. Великий музыкант влюбился. Ради нее он бросил свою жену и бросил сына. Он боготворил Йокоона. И с тех пор, как он встретился с ней, его жизнь развернулась на 180 градусов. Но как Йокоона смогла его охмурить? Что сделала хитрая японка? Как сумела привязать к себе Джона Леннона? Она сразу распознала Джона, потому что ему нужна была в одном лице и мать, и любовница, и жена, подруга, приятель. И она все с ними вместе разделяла. Есть ли пороки, например, героин там, да, попробовать? Пожалуйста. Леннон говорил, у них с Оно одна душа на двоих. После свадьбы с ней музыкант даже поменял имя. Его стали звать Джон Оно Леннон. Вот так смогла на него повлиять женщина, которая маленькая, хрупкая японка, которая была его на 8 лет старше. Казалось бы, что плохого в этой любви? Но именно Йока Оно виновата в расколе знаменитых Битлз. Позже это признал и сам Джон Леннон. В своих мемуарах он написал, «Моя банда разлетелась вдребезги в тот самый момент, когда я увидел ее». Хотя до меня это не сразу дошло. Парни, которых я имел в виду, были не просто дружки из кабака. Их звали Битлз. Все началось с того, что Леннон нарушил золотое правило группы никогда не приглашать жен и подруг на репетиции. А когда остальные Битлы начали возмущаться, заявил, «Она всегда будет рядом со мной». Это ужасно было. Джон даже притащил кровать в студию прямо, и она спала там. А вскоре Йокоона уже указывала легендарным музыкантам, как и что играть. Начала давать реплики какие-то, подавать, что вот вы, ребят, не там, тональность, там это, вот надо это, это вообще. Такого Битлз стерпеть не могли. Пол Маккартни тогда сказал, «Эта женщина обращается с нами, как с лакеем». В итоге Леннон покинул группу, детище всей своей жизни, и ударился в авангард. Продал на аукционе свои волосы и даже разделся для прессы. Он стал таким откровенным пиарщиком. То есть начал заниматься саморекламой. Все вот эти его, значит, эпатажные выходки с Йокоона, когда они в постели, значит, в гостинице «Хилтон» давали интервью журналистам в защиту мира. А Йокоона начала карьеру рок-звезды. Она стала петь рок-н-ролльщики свои женские, кое-какие. Они, может быть, местами были симпатичнее, но это все было жалкое, на самом деле, зрелище. Безумная любовь Джона сделала ее. И она записала пластины больше, чем сам Джон. Он дал ей «Зеленую улицу». Казалось, им двоим никто больше не нужен. Но все это было напускное. Леннон находился в душевном смятении из-за раскола Битлз. И эта депрессия никак не заканчивалась. Это было для Джона просто ударом. Он уехал в Америку, в Калифорнию, к этому доктору, психотерапевту Янову лечиться. Четыре месяца Джон лечился у него. Четыре месяца по приказанию Янову он сидел один в комнате. Даже японку не пускали туда. Она в соседней комнате сидела четыре месяца. После семи лет брака Йока Оно забеременела. И тут же выставила Леннону свои условия. Я не рожу ребенка. Если ты мне не дашь сейчас обещания, что ты его будешь воспитывать, окей, я вынашу, ты воспитываешь. Он сказал, согласен. И все, он воспитывал. Он даже кашеварил. Поклонники негодовали. Оно превратила гения в домохозяйку и няньку. И, возможно, именно это погубило великого музыканта. 8 декабря 1980 года Леннон был застрелен возле собственного дома фанатом Марком Чепманом. Он выпустил в своего кумира пять пульт. Музыканта доставили в госпиталь. Но в 23 часа 15 минут он скончался от большой потери крови. Такова официальная версия. Но, возможно, на самом деле Леннон не умирал. Говорят, его несколько раз видели в Европе живым и невредимым. Я совершенно уверен, что он живет сейчас на севере Италии. Он в 1980 году уединился от мира. Он живет там, потому что он не от мира всего. Это его еще один безумный шок. И более того, Леннон даже не бросал музыку. Ведь это часть его жизни. Посылает Битлам песни в акустическом варианте, в пианистическом варианте. И они продолжают. Вот антология Битлз вышла на его новых песнях, которые он записал в Италии уже в 80-е годы. И до сих пор продолжают выходить пиратские альбомы Джона с новыми вещами. Но для чего музыканту понадобилось инсценировать собственную смерть? Скорее всего, он просто хотел сбежать от властной Йоко-Оно. Это самая загадочная история в роке и вообще в культуре 20-го века. Любовь Джона Леннона к японке и исчезновение Джона Леннона в 80-м году. Это не поддается анализу. Но почему сильные волевые мужчины в семье добровольно отдают власть своим женам? Дело здесь не только в любви. Психологи уверены, причина в отношениях с матерью. Например, Джон Леннон называл Йоко-Оно не иначе, как мамочкой. Возможно, Леннон просто хотел почувствовать настоящую материнскую саботу. Йоко давала ему это. И потом даже самые сильные мужчины дома жаждут подчинения. Потому что власть и ответственность всегда бывают в одних руках. Человек передает власть жене для того, чтобы подсознательно избавиться хоть где-то от ответственности. И это такая уловка. Но многие психологи уверены, всеобщий феминизм угрожает будущему человечества. Выдержать рядом с собой сильную и властную женщину могут только успешные мужчины. Иначе жди личной драмы. Но есть и обратная сторона. Нередко под маской мужчин, секс-символов и любимцев публики скрываются самые настоящие домашние тираны. Луи де Фюнесс. Трудно найти второго актера, настолько любимого публикой. Один вид этого бойкого, забавного коротышки вызывает улыбку. Но это только экранный образ. Тем, кто находился рядом со знаменитым артистом, было не до смеха. Со слов его сыновей, все, что было написано имя после его смерти в мемуарах, они ни одним донным словом его не вспоминают. Жить рядом со звездой. Что может быть престижнее? Но когда Луи де Фюнесс переехал из Парижа в загородный замок, его прежние соседи не могли поверить своему счастью. Оказывается, актер из-за малейшего шума за стеной вызывал полицию и требовал компенсировать ему моральный ущерб. У де Фюнесса действительно было много странностей. Чего стоит его привычка повсюду носить с собой тяжелую связку ключей? Были заперты шкафы, были заперты все двери, везде были какие-то тяжелые замки. И, видимо, он получал какое-то странное и мрачное удовлетворение в том, что он бродил по своему дому, где все было заперто и где все мог открыть только он. Их дом несколько раз грабили. Может, так, где Фюнесс защищался от воров, а может, и прятал имущество от близких. Семья его побаивалась. Часто вот он запирался, сам обедал, а они от него отдельно. Свидетельствуют факты, что у них в семье были какие-то старые коврики, старая мебель, потому что выключить у него на какую-то новую чашку, ну, просто вот не было сил денег. Еще он никогда не дарил подарков своей жене. А младшего сына яростно отчитывал за обычные покупки. Сказал, вправляйся назад в магазин, сдайте ботинки, поскольку они не стоят тех денег, за которые ты их купил. И это при том, что за один фильм он получал по 2,5 миллиона франков. Огромная сумма по тем временам. Больше, чем любой другой актер во Франции. Кстати, своих детей Ди Фюнесс тоже хотел видеть на экране. Но один из них стал пилотом, а другой – врачом. Ди Фюнесс был в бешенстве. Больше всего хотелось основать актерскую династию. Его настолько злило вот то, что сейчас прямо на его глазах дети от него ускользают, уходят, что это становилось поводом для скандалов. Да, один из детей снялся в нескольких ролях, небольших, но это было из-под палки. Это было просто уступкой отцу-тирану. Но почему знаменитый комик в обычной жизни вел себя как последний брюзгай и деспот? И отчего, получая высокие гонорары, страдал комплексом бедностей? Его полное имя – Карлос Луи Ди Фюнесс де Галлардса. Потомок древнего португальского рода, аристократ. Но в юности, кроме титула, у него не было ничего. Чистильщик обуви, декоратор витрин, подмастерье в ателье, помощник фотографа. Каждый день ему очень хотелось есть. А ведь несчастного подростка Луи отовсюду выгоняли со скандалом. Во время работы на швейной фабрике он возненавидел директора этой фабрики. И для того, чтобы ему отомстить, он начал поплевывать иголками в птицу директора. Ну и однажды его застали за этим занятием. В итоге его, конечно, уволили из этой мастерской. Во время войны в оккупированном Париже Луи работал топером в ресторане. В 43-м музыкант де Фюнес решил жениться. И не на ком-нибудь, а на внучатой племяннице знаменитого писателя Гиде Мапасана. Правда, к тому времени он уже 6 лет был женат на другой. А то немножечко засмущал тот факт, что Луи де Фюнес уже состоит в браке, и она не может разрушить чужую семью. На что Луи де Фюнес ответил, давай поедем к моей суженой. Те приехали, и та встретила ее как добрую кузину, объяснив, что их с Луи ничего не связывает. У нее уже есть практически муж гражданский, для которого ее ребенок уже стал ее сыном уже с 7-летним. В кино де Фюнес попал, когда ему было уже 30. И еще 10 лет пробивался к славе, играя в эпизодах и на вторых ролях. Слишком долгий срок. Даже когда его признали лучшим актером Франции, и предложения от режиссера всыпались как из рога изобилия, он просто не смог отделаться от старых привычек. Это отличная демонстрация того, что с человеком может сделать тяжелая жизнь. Ведь на самом деле, каково было быть Луи де Фюнесом, мальчиком по прозвищу Фюфю. Это мальчик, которого не приняли в армию из-за того, что он был слишком маленького роста и слишком маловесил. Это мальчик, у которого были большие проблемы с девушками, опять же, из-за того же самого. Это мальчик, который очень долго не мог себе найти нормальную работу. И в конечном итоге от этого эха предыдущей жизни Луи де Фюнеса страдал и он сам, и его близкие. Де Фюнес умер в 69 лет. Его последние слова сказаны семье. Мне одиноко в моей комнате. Луи де Фюнес вообще говорил, что самая его важная ролью должна быть его похорона. Он должен умереть так, чтобы все смеялись. Зимой 2010 года в Голливуде случилось ЧП. Россиянка Оксана Григорьева обвинила своего гражданского мужа, знаменитого актера Мэла Гибсона, в побоях. Девушка заявила, что получила сотрясение мозга и лишилась двух зубов. Журналисты смыковали подробности. В потасовке пострадала восьмимесячная дочь пары. Полиция отобрала у актера пистолет. Оксана Григорьева обнародовала записи, на которых актер угрожает ей расправой. Я сожгу твой дом. Как ты смеешь? У тебя больше проблем с головой, чем у меня. Ты лживая и ненормальная. Почему ты кричишь на меня? Оставь себе своего сына, но мне оставь дочь. Гибсон обвинил Григорьеву в шантаже. Якобы в обмен на эти пленки она требовала от него чуть ли не 200 миллионов долларов. Одни считали Григорьеву невинной жертвой, а другие – коварной и алчной. О том, что у актера проблемы с алкоголем, давно не секрет. Он много раз лечился от зависимости. О пьяных выходках Мэла Гибсона в Голливуде уже ходят легенды. Приехали врачи по вывозу гостиничного персонала. И увидели, что он жрет занавеску. Белая горячка у него уже. Так упился, что занавеску он начал жевать. Первая жена Гибсона, Робин Мур, тоже неоднократно получала от актера по первое число. Терпела как бы, не заявляла в полицию и так далее. И дети, кстати, прекрасно знали, потому что финансы в момент него зависели. 10 миллионов он положил им, каждому ребенку, например, на банковский счет. Но снимать можно было только через него, через папу. Могла ли Оксана Григорьева не знать о репутации возлюбленного? Глядя на абсолютно такой стеклянный взгляд и прозрачные глаза Оксаны Григорьевой в ее клипах, мне кажется, что в массе своей, конечно, я не верю в эту большую, великую любовь. В основном, я думаю, здесь присутствует такой шкурный интерес, элемент расчета, минимальное присутствие искренности какой-то. Но это, конечно, не история Ромео и Джульетт, безусловно. В 2011-м суд обязал Гибсона выплатить бывшей гражданской жене компенсацию в 750 тысяч долларов и содержать их дочь Люсию до совершеннолетия. Казалось бы, что еще нужно? Но в этом году Оксана Григорьева неожиданно подала в суд на собственных адвокатов. Якобы они были в сговоре с Мелом Гибсоном и слишком мало ей отсудили. Так значит, все-таки на первом месте в этой истории стояли деньги. Но при этом они оба получили удовольствие. Она получила известность и славу ребенка, который теперь является гарантом ее безбедной старости. А он получил несколько минут или часов или месяцев удовольствия. Ну и, в общем, кучу грязи в прессе. Охотница за богатством уже почти профессия. Выйти замуж за миллионера, а еще лучше за миллиардера. И жизнь удалась. Роскошная яхта и собственный самолет. Особняки по всему миру, лимузины, фотосессии в модных журналах и килограммы бриллиантов. Голубая мечта любой девушки. Подруги умрут от зависти. Но богатый еще не значит щедрый. Ингвард Кампорт владелец самой известной шведской компании, которая продает мебели, товары для дома. Этот человек просто сказочно богат. Его состояние варьируется от 45 до 6 миллиардов долларов. Еще более удивительно то, что Ингвард Кампорт не имеет базового высшего образования в экономике. Он закончил только коммерческую школу. Однако это позволило ему построить бизнес, который изучают в Гарварде, Сэнфорде и других лучших экономических заведениях нашей планеты. Он может скупить полмира, но почему-то экономит даже на мелочах. Кампорт даже сменил парикмахера, к которому ходил много лет, потому что нашел другого, который стрижет на 2 кроны дешевле. Это чуть меньше 10 рублей. Он не хочет ездить на такси, поэтому выбирает общественный транспорт. Он не пользуется услугами носильщика и носит свой багаж сам. Кампорт может купить личный самолет, но летает эконом-классом и останавливается в дешевых отелях. Еще завтрак съедает специально, целиком уползет до последней крошки, чтобы дотянуть до ужина. Поскольку завтрак входит в стоимость номера, поэтому он считает, что надо набить брюхо как можно больше, чтобы потом не тратиться. Казалось бы, что-что, а уж мебель он может себе позволить самую лучшую, но нет. Например, у него существует кресло, в котором он сидит уже 32 года. Жена ворчит и говорит, что пора бы сменить обивку, но он говорит, что пока еще не пришло время, и он может в нем еще немного посидеть. Кстати, единственный сын миллиардера работает у отца и едва сводит концы с концами. Когда его сын пришел к нему и сказал, папа, устрои меня на работу, папа сказал, окей. И взял его на работу на самую низшую должность, на самую маленькую зарплату. Иногда ему даже приходилось занимать деньги, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. Когда Кампроду ставили на родине памятник, он отказался перерезать красную ленточку. Вместо этого он сунул ее в карман и заявил, еще пригодится. Но чем объяснить такую патологическую скупость? Главные законы бизнеса Кампрод освоил еще в пятилетнем возрасте. Тетя купила ему несколько упаковок спичек на распродаже, которые он потом продал в три раза дороже своим соседям. Получив первую прибыль в возрасте, представляете, пяти лет, Кампрод понял, в чем заключается его будущее. А свою корпорацию шведский гений экономного бизнеса построил буквально из воздуха. Случайно услышал разговор двух покупателей, которые говорили о том, что мебель в Швеции слишком дорогая. И вот у него возникла идея, чтобы открыть магазин дешевой мебели. Ассортимент магазинов состоял всего из двух позиций. Там была табуретка и был стул. Этот человек ничего не делает просто так. И применяется он, скорее всего, не случайно. Это гениальный маркетинговый ход. Потребитель тогда думает, а зачем мне покупать дорогую мебель, мучиться и тратить деньги, если вот миллиардер пользуется вот такой же мебелью, как и я. То есть это способ рекламировать свою мебель через образ жизни. Когда он ведет такую политику, он в каком-то смысле навязывает своим служащим также какие-то ограничения. То есть стыдно просить прибавки к зарплате. Но среди богачей есть и те, чьи поступки не поддаются никакой логике. Уэнди Дитрих. Эта американская актриса вышла за престарелого режиссера Роджера Доркаса и мысленно уже тратила его миллионы. Но когда через год муж умер, оказалось, что по завещанию она получает один цент. А 64 миллиона долларов достаются его собаке. Деньги, что называется, псу под хвост. Но она выкрутилась из этого положения. Она составила тогда таким образом контракт, что вступила в брак с псом. И уже тогда, когда умер пес, она все-таки вступила в право на следование. То есть ей просто пришлось какое-то время пожить в браке с собакой. Американский банкир Уоррен Баффет. Совсем недавно он возглавлял список Форбс. Гений, настоящий гений фондовой биржи. Если он отозвался плохо о ком-то, то его акции сразу станут снижаться. Ежегодно он проводит завтрак с Уорреном Баффетом, который продается на аукционе. В 2012 году был побит рекорд. И один из участников этого завтрака заплатил 3,5 миллиона долларов только для того, чтобы позавтракать со знаменитым миллиардером. Один транжира, второй скряга, и скряга учит транжиру, как заработать миллиард. Имея 62 миллиарда долларов, эта акула с Уолл-стрит вот уже 50 лет ютится в скромном домике сродни нашей хрущевки и ходит в дешевых костюмах. Но у него есть специальная шутка, которую он объясняет, почему он выглядит дешево в дешевых костюмах. Он говорит, что он тратит огромные деньги на свои костюмы, но просто они на нем смотрятся дешево. Но разве можно его за это упрекать? Ведь этот финансовый магнат за свою жизнь потратил 20 миллиардов долларов на благотворительность. И правильно, ведь деньги в могилу не унесешь. Самый богатый человек Великобритании – Ханс Раусинг. Состояние сколотил на производстве упаковки для продуктов. Он всю жизнь ездил на дряхлом автомобиле, которому стукнуло целых 63 года. Недавно он сменил машину. Ни за что не угадаете, на чем он ездит теперь. А потом поменял ее на нашу российскую Ниву, поскольку машина показалась ему слишком дорогой. Но больше всех отличился нефтяной магнат Пол Гетти. В 50-х он был самым богатым бизнесменом в мире и самым скупым. Люди приходили к миллиардеру в гости, а когда им на это было позвонить, их отправляли к телефону автомату. Соответственно, не бесплатный был звонок. Он был опускать монетку и звонить только за деньги с территории дома Гетти. То есть он хотел и с этого тоже заработать. Когда в 73-м мафия похитила его внука и потребовала выкуп в 3 миллиона долларов, он отказался платить. Поскольку если он его заплатит, то остальных внуков начнут похищать только для того, чтобы заработать на них. Переговоры шли полгода. Пол раскошелился только когда получил по почте ухо мальчика. История, конечно, трагическая. Внук стал наркоманом и закончил свою жизнь в инвалидном кресле. Но Пол Гетти так никогда и не простил своего внука за то, что он был украден. И вообще, конец своей жизни он провел за большим и высоким забором в Англии, который охраняли 20 специально обученных собак и целая армия охранников для того, чтобы у него была возможность спокойной жизни. Но почему мультимиллионеры так трясутся над каждым центом? Дело здесь не только в скупости. Так устроен их мозг. Специалисты из университета Карнеге Меллан доказали, когда такой человек тратит деньги, в его мозгу активизируется центр отвращения и боли. То есть он испытывает физические мучения, расставаясь со своими кровными. Так вот он, истинный секрет богатства. Тратить как можно меньше и все время копить. Но разве это можно назвать настоящей жизнью? Кровавый роман графа Аракчеева. Из-за страстной любви вельможа не смог остановить восстание декабристов. Тайна Никиты Хрущева. Как любимая сделала его генсеком? И почему Альберт Энштейн запретил жене получать удовольствие? Самые невероятные истории в фильме «А я его любила». Смотрите прямо сейчас. У каждого талантливого физика или лирика всегда была своя муза. Женщина, которой он обязан всем. Но почему так часто выдающиеся мужчины забывают, кто был рядом с ними, когда все только начиналось? Знаменитый поэт Александр Блок разбил немало сердец, пока нашел свою любовь. Любовь Менделеева. Дочь знаменитого русского химика. Но их роман был очень странным. Потом она писала, что все началось с ревности, потому что он явно увлекался ее сестрой и еще одной их приятельницей. Они знали друг друга с раннего детства. Росли по соседству в подмосковном имении Шахматова. И вдруг между ними словно искра пробежала. Говорили о любви, клялись о любви, писали друг другу страстные письма. При этом физической близости не было никакой. Эта переписка затянулась на два года. А потом Блок неожиданно решил жениться. Причем поставил Любови Менделеевой ультимату. Он был готов застрелиться в случае отказа. Он пришел к ней делать предложение, у него был револьвер в кармане. И была записка, что неважно, каким обстоятельством, но я добровольно ухожу из жизни. И он ее попросил стать его женой. Она ответила, да, буквально от неожиданности. И вот, когда этот страстный Ромео, наконец, заполучил ее в законные жены, оказалось, что он не собирается исполнять супружеские обязанности. Она затащила Блока в постель только через год совместной жизни. Говорят, для этого ей даже пришлось использовать сорокоградусное изобретение своего папы, Дмитрия Менделеева. По ее, так сказать, инициативе, по ее злому умыслу, она написала, значит, неожиданно для Саши между ними все-таки произошло то, что должно было бы произойти. Но после того единственного раза он снова к ней охладел. Блок условно мешал какой-то психологический блок. У него развивалась со временем фобия. Он боялся даже к ней прикоснуться. А ведь с другими-то у него все получалось. Еще подростком он закрутил самый настоящий курортный роман. Есения Садовская, женщина, которой было 38 лет, а ему 16-14. Мать Блока, которая на этом курорте была рядом с ним, очень не хотела этих отношений. Ходила к ней и говорила, чтобы она оставила мальчика в покое. Потом там говорили о том, что физиологически это необходимо мальчику, и пусть лучше будет эта женщина, чем публичный дом там и проститутки. Потом была Любовь Дальмас, оперная певица, игравшая Кармен. Говорят, ее огненная шевелюра была для поэта настоящим фетишем. Вообще, кажется, волосы его привлекали очень женщины. Есть какое-то воспоминание о том, что он увидел там ее волос в туалетной комнате, и он уже собирался уходить, но он увидел, и вот прямо тут же ворвался к ней, и снова они, значит, слились вместе. А потом дело дошло и до уличных жриц любви. И результат этого стихотворения незнакомка. Кто такая-то незнакомка? Это же проститутка, она, значит, пришла в ресторан на работу. Число контактов с такими незнакомками у Блока перевалило за 300. Почему же он держал на голодном пайке собственную жену? А потому что она была прекрасная дама, потому что она была божеством. И ладно бы, любовь Менделеева была хрупкой и недотрогой. А то ведь женщина из плоти и крови, что называется, в самом соку. Какая же это муза? Она вся, как говорится, была переполнена вот этими жизненными соками, и она хотела от него элементарного, простого. А он не хотел ей этого давать. Очень крепкого телосложения. Здоровое, пышащее здоровье, пышащее румянца. Ну, то есть самая такая приземленная. Да никакая она не дама. Она простушка. Конечно, эта голодовка Любы не могла продолжаться бесконечно. Пошли там всякие романы. Сначала роман с Андреем Белым, потом с Ивановым Евгением, потом еще какой-то роман. В конце концов, она забеременела от какого-то неизвестного актера. А ведь она так любила блока и готова была для него на все. Причем она сопротивлялась, значит, она не хотела ребенка. Она обнаружила, значит, что она беременна на гастролях в Тбилиси. И она пишет, я говорю, воспоминания очень откровенные. Она пишет, что после репетиции мы шли на поплавок, такой плавучий ресторан на Куре, да, и я пила там водку. То есть она, значит, не хотела ребенка и всячески пыталась от него избавиться. А Блок вместо того, чтобы устраивать сцены, обрадовался этому прибавлению в семействе. Но ребенок умер на восьмой день после рождения. Смерть этого мальчика повинна Любовь Дмитриевна. Со своими попытками, значит, избавиться от плода. Поэт едва не свихнулся от горя. За эти восемь дней в Блоке как бы вспыхнуло чувство такое отцовства. И он потом, для него это была большая трагедия. Он потом через долгие годы до самой смерти, до самой смерти, ходил на кладбище, хотя он прекрасно знал, что это не его ребенок. Вот. Ухаживал за могилой и так далее. Вот такие достаточно странные отношения. Но Блок действительно любил свою жену. По-своему. Как еще объяснить его знаменитую фразу? У меня в жизни было две женщины. Люба и все остальные. Когда в 21-м году в пустой петроградской квартире поэт умирал от воспаления сердечных клапанов и вреду просил уничтожить все экземпляры поэмы «12», она была рядом с ним до самого конца. Она поцеловала его, как говорится, значит, он только что умер. И похоронные все эти дела, она в этом всем принимала самое деятельное участие. Соседи Менделеевой заявляли, горевала Любовь Дмитриевна недолго. Женщина, которая жила в квартире Блока, она рассказывала. Мне брали интервью, расспрашивали. И она сразу же привела пьянчушку, рассказывает эта женщина. И говорит, вот смотрите, Блока она не любила, а пьянчушку этого любила больше жизни. Так что тут, наверное, все-таки имеет место вот этот чувственный момент. В ее отношениях с мужчиной. Видимо, со смертью Блока Любовь Менделеева перестала быть музой и стала той, кем всю жизнь хотела быть. Просто женщина. Поэт в России больше, чем поэт. И всегда витает в облаках. Но разве можно с таким построить свою любовь? Как оказалось, и приземленные физики тоже не самый лучший выбор. А ведь женщине всего-то и нужно немного семейного счастья. Уютная комната. Стол, накрытый на двоих, и влюбленная парочка. Романтический вечер вдвоем. Но вот вдвоем ли? В самый ответственный момент шкаф открывается, и из него выходит беременная девушка. Лев, кто это? Кора, я же тебе сказал, сидеть тихо. Извини, мне очень нужно выйти. Не могу больше терпеть. Что здесь происходит? Объясни мне. Это моя жена Кора. Анекдотическая история. Вот только она случилась на самом деле. А герой-любовник никто иной, как знаменитый советский физик, нобелевский лауреат Лев Давидович Ландау. Еще в молодости, увлекшись наукой, он дал за рук никогда не пить, не курить и не жениться. Он называл именно брак, что это лавочка мелкой торговли. Но он нарушил свое обещание. И все-таки расписался с девицей по имени Конкордия Драбанцева. Молодой супруге ученый заявил, он будет ей изменять. А она должна смириться. Многие, так сказать, знакомые Ландау считали ее кору-дурочкой. Очень красивая женщина, которая согласилась на все его условия. А условия его были такие. Я встречаюсь с кем хочу, я сплю с кем хочу, я ухаживаю за кем я хочу. Это тебя не касается. Слово ревность, зачеркни, нет этого слова. И она согласилась на эти условия. Более того, Ландау дал полную свободу и своей жене. Такой вот Нобелевский лауреат. Были такие свидетельства, что он подыскивал даже мужчин для того, чтобы вот как-то скрасить ее, ну скажем так, супружеское одиночество. То есть когда он был, вот скажем, ну или занят какими-то вот изысканиями научными, она живой человек и ей, в общем-то, требуется, ну как бы, так сказать, что-то физическое. То есть свой кусок пирога. То есть она требует свой кусок пирога. Поэтому как бы он входил в ее положение. Своим правом налево Лев Ландау решил воспользоваться, когда Кора уже была беременна их сыном. Привел в их дом любовницу. Приходит восторженный Ландау домой. Говорит, Корочка, ты будешь сейчас за меня радоваться. Сегодня придет к нам девушка. Зачем? Она мне будет отдаваться. Она согласилась на это. Так, 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 не слушая ее объяснений, ты спрячешься в том шкафу. А потом это даже вошло у них в привычку. Когда он говорил, что вот ко мне придет какая-то там аспирантка молодая. Она оставляла им еду, чистое белье и так далее, и так далее. Вот такие вот, такие, ну, жутковатые, я бы сказал, подробности для нормальных людей. Женатый ученый с мировым именем создал не только основы квантовой физики, но и собственную систему классификации девушек. И все на пальцах. Женщины у него делились на хорошенькие, малоинтересные, красавицы. Потом шел сразу выговор родителям и за повторение расстрел. Он часто шел по улице, смотрел на женщину, он всегда за них заглядывался. Потом, речь шла, могла идти о чем угодно, он вскидывал два пальца или четыре. То есть он на ходу классифицировал женщину. Ага, вторая хорошенькая, четвертая выговор родителям. 7 января 1962 года по пути на заседание ученого совета Лев Ландау попал в автомобильную катастрофу. В тот день в Москве был страшный гололед. Водитель машины Волги, в котором находился, сидел Ландау на заднем сидении, он пошел на Дмитровском шоссе на обгон. И грузовик въезжает, вот как писала Кора, она говорит, досадно, въезжает тут буквально еще в минуту, и он бы уже въехал в крыло. Он езжает прямо вот в заднее сидение, там, где сидел Ландау. И вот так сжало. Ей звонят из 50-й больницы и говорят, ваш муж получил травмы несовместимые с жизнью. С многочисленными переломами и травмами головы он провел в коме 59 дней. Тогда его Кора не отходила от него ни на шаг. Ландау прожил еще 6 лет и умер после неудачной операции из-за оторвавшегося тромба. А незадолго до этого Кора опубликовала мемуары, где выложила все подробности их совместной жизни. Такая запоздалая месть. То есть она где-то терпела-терпела, а потом вот этот ресурс терпения закончился, и она стала обычной женщиной, ревнивой. Как так? Мой муж, я не хочу его делить ни с кем. Он мой. А он был не ее. Он был в свободном полете. Удивительно, но и другой всемирно известный физик, создатель теории относительности Альберт Эйнштейн, тоже вывел очень странную формулу семейной жизни. Он был уверен, в браке все тоже относительно, даже супружеский долг. Он говорит о том, что брак – это тщетная попытка задержать отношения между мужчиной и женщиной надолго, хотя в основе этого лежит всего лишь краткий миг. На 11-м году совместной жизни первая жена Эйнштейна, Милева Марич, получила от ученого документ, согласно которому отныне должен был строиться их брак. Она должна была замолчать по первому его требованию. Она должна была покинуть его кабинет, как только он того захочет. Ее задача была три раза в день готовить ему еду, обеспечивать его быт, и при этом самое главное требование было ничего не требовать. И самое интересное – Милева не должна была упрекать мужа за отсутствие интимной жизни. Есть мужчины по своей физиологии, по своему темпераменту, зависящие от женщины. То есть их плотский сексуальный мотив превалирует в отношении к женщине. Вот Эйнштейн был, кстати говоря, вот таким вот холодным мужчиной. То есть он был антиказановый. Казановый не мог прожить, так сказать, там несколько дней без женщины, а Эйнштейн может абсолютно быть спокойным. Конечно, у гения в своей причуды. Но на самом деле Эйнштейн не был таким уж затворником. Он одновременно с этим, пока еще Милева была его женой, он начал такие достаточно активные контакты со своей кузиной, с двоюродной сестрой, с которой, собственно, они в конечном итоге и поженились. Ее звали Элиза Левенталь. А потом была советская гражданка Маргарита Коненкова, которая в постели с Эйнштейном выполняла секретное задание партии. Она была агентом НКВД, специально подосланным для того, чтобы выведать у Эйнштейна тайны, связанные с разработкой ядерного оружия. И, в общем-то, Эйнштейн, как сейчас принято говорить, повелся на очарование Коненковой и ввел ее в круг людей, которые были связаны с разработкой атомной бомбы. В общем-то, руководство НКВД было очень довольно деятельностью Маргариты Коненковой. Так, может, дело совсем не в темпераменте Эйнштейна? Ведь никто не запрещал ему крутить романы. Но первое, что он сделал, когда стал знаменитым, это развелся с Милевой Марич. Бросил ее одну с двумя детьми. Он как-то вдруг почему-то сразу разлюбил эту Милеву Марич, и более того, ему стало неприятно даже любое упоминание о ней. И всем своим друзьям, всем своим знакомым дал четкое указание, чтобы в его присутствии это имя вообще больше не звучало. Но чего он так боялся? Дело в том, что Милева Марич была не просто домохозяйкой, а талантливым математиком. И теория относительности, которая принесла Эйнштейну всемирную славу, это и ее заслуга. Многолетний труд по обоснованию этой идеи. И, соответственно, все расчеты за Эйнштейна делала вот эта самая Милева Марич. И более того, целый ряд статей, которые предшествовали появлению этой теории относительности, которые были опубликованы в научных журналах, известно и доказано, что их писала именно Милева Марич, а не Эйнштейн. Но как Эйнштейн сумел замять скандал? Он просто купил молчание бывшей жены. Есть письма, сохранившиеся, в которых написано, что вот когда, наконец, наша теория, когда она пробьется, я воздам тебе должное. Более того, когда речь зашла уже о Нобелевской премии, Эйнштейн всячески убеждал свою эту Милеву, что всю эту премию он отдаст исключительно ей и детям. В 1922 году Эйнштейн действительно стал Нобелевским лауреатом. Правда, за другое открытие – теорию фотоэффекта. Он уже год как был женат на своей двоюродной сестре Элизе Левенталь. Уточерил двоих ее детей, но всю премию, как и обещал, отдал Милеве Марич. 32 тысячи долларов по тем временам – это была достаточно приличная сумма денег. Но деньги бывшего мужа не сделали Милеву счастливой. Она купила на них три дома в Цюрихе. Но потом почти все продала, чтобы вылечить безнадежно больного сына Эйнштейна Эдварда. Он страдал шизофренией, и в общем-то в конечном итоге реально несчастная Милева вынуждена была всю жизнь бороться с этим заболеванием и все деньги, которые у нее каким-то образом оказывались, тратить на это лечение. В 1948 году она умерла в одной из швейцарских больниц. В полном одиночестве. Женщина умерла в полнейшей безвестности, в то время как Эйнштейн до сих пор воспринимается как один из величайших ученых. Хотя на самом деле, в общем-то, она имела бы полное право, но хотя бы на какую-то часть его славы. Граф Алексей Рокчеев. Доверенное лицо государя Александра Первого. Военный министр, реформатор армии и самый жестокий человек своей эпохи. Это был, как говорили, вседержатель России, змей России, который ее опутал и давил, душил. Боротынский вообще сравнивал его с исчадием ада. Сторонник палочной дисциплины и муштреп армии и не только. Рокчеева называли бездушным человеком машиной. И он действительно был таким. Это была его программа. Он был уверен, что иначе нельзя. И он, кстати сказать, оставил очень много таких афоризмов. Там, например, он писал, что от нас, русских, надо требовать невозможного для того, чтобы мы выполнили нужное. Или он говорил, для того, чтобы русский человек что-то сделал, нужно дать ему в морду. Но факт в том, что Рокчеев был самым эффективным менеджером своей эпохи. В 19 веке именно он контролировал в России деятельность тайных обществ. Пресекал заговоры, железной рукой карал зачинщиков. В общем, хранил покой империи. И служил громоотводом для императора Александра I. Это не его во многом идеи и не его политика. Александр очень умело скрывался за этой фигурой. Поручал ему какое-то важное государственное дело. И тогда вся критика, так сказать, падала на Рокчеева. Безусловно, император оставался, соответственно, в тени в этой ситуации. Но даже такой железный управленец и принципиальный чиновник брал взятки. Правда, не деньгами, а женщинами. Поскольку он был очень высокопоставленный человек, то, конечно, к нему часто обращались с разными просьбами. И иногда с просьбами через своих жен. Такая форма, так сказать, подношений тоже была. По воспоминаниям современников, у Рокчеева была удивительная способность внушать к себе отвращение. Одним словом, мерзкий тип. Запах от него исходил всем и пахнем. Видимо, особенно этому способствую. Короче говоря, нормальная женщина от него бежала, как от чумы. Конечно, поначалу граф пытался жениться на даме своего круга. Но когда получил очередной отказ, перестал тратить время на ухаживание и начал просто покупать себе наложниц. В своем имении он устроил настоящий гарем из крепостных девок. Ему уже доносили, что у помещика так вот есть красивая крестьянка. И он за любые деньги покупал ее. Натешившись ей, он с небольшим приданом выдавал ее за кого-нибудь замуж. Его последним приобретением стала 19-летняя Настасья Минкина. Дочь кучера, высокая брюнетка с жучими черными очами, явно цыганских кровей. Он выкупил ее у соседнего купца, ее и мужа. Потом мужа тихо уморили. Ненасытного Рокчеева словно подменили. Крестьяне считали Минкину колдуньей и шептались. Как граф ее купил, так туман на него напустила и в такую силу попала, что и не приведи Господи. Если говорить о цыганском, происхождение, может быть, какие-то гипнотические силы использовала. Рокчеев по уши влюбился. Кто бы мог подумать, что этот человек способен на нежность и романтику? Построил по ее желанию остров любви. Ключи от этого острова были только у него. И вот там, на этом острове, в изобилии было зеркало, в которых отражались всякие непристойные картинки. Они там получали удовольствие вдвоем. И это было бы как прообраз нашего телевидения, когда часто люди современные смотрят передачи про то и про это. И кто бы знал, что эта интрижка навсегда изменит ход российской истории. Влюбленный Рокчеев как будто потерял нюх цепного государственного пса и не заметил, как в стране назревал болт. Минкина очень быстро выучилась грамоте, вела бухгалтерию и управляла имением, пока граф находился в разъездах. Юная крестьянка в одночасье стала злой барыней, превратилась в Рокчеева в юбке, уродовала крепостных направо и налево. Она стригла их наголо, обливала дегтем, била батагами. То есть она издевалась над особенно красивыми девушками, как только ее фантазии позволяло. Просто любовных игр с Рокчеевым ей было, очевидно, мало. Ей нужны были, очевидно, более сильные впечатления какие-то и ощущения. А может быть, вот так наигравшись с крестьянками, с крепостными, вернее, она потом еще больше удовольствия получала от какой-то близости с Рокчеевым. После этого Минкина стала главной женщиной в его жизни. И тут она очень кстати пишет ему в Петербург о своей беременности. А по приезду предъявляет сына Мишу. Граф был без ума от счастья. Он даже выправил своему отпрыску дворянство. Правда, поддельно. Нашли дворянина Шумского, у которого недавно умер ребенок. И вот как бы его документы передали вот этому Мишеньке. И он стал Михаил Шумский. И с тех пор, кстати, Минкина очень часто подписывалась Шумская. Современники Минкиной писали, со временем красавица-цыганка превратилась в злобную толстую бабу. Обвиняют ее в том, что она зло употребляла алкоголем. Зато ее издевательства над прислугой становились все изощреннее. В последних днях своей жизни она обязательно присутствовала при этих экзекуциях. Ей доставляла удовольствие. Иногда и сама лупит. Крепостные решили, садистку нужно умертвить. 10 сентября 1825 года на рассвете в спальню Минкиной вошел повар Васька Антонов. Барыня еще смотрела тяжелые сны, но внезапно проснулась, словно от толчка и испуганно вскочила. Васька, ты чего думал, шевелик? Что она над нами в боярине поизнувалась? Ура ответ дергать? Прости, Господи. Она пыталась отбиваться, но он крепко схватил ее за волосы и полоснул по открытому горлу. Нож был острым, как бритва. И отрезали голову. Как свидетельствовали современники, голова болталась только на коже. Аракчееву долго боялись сказать о случившемся. Никто не хотел попадать под горячую руку. В итоге он получил письмо о том, что барыня заболела. Страшную правду он узнал случайно, возвращаясь домой. Тут немножко выпивший офицер, Аракчеев велит кучеру остановиться и говорит, ну как там, что Настасья Федоровна? А тот говорит, да ничего, голова на одной кожице болтается. И что тут произошло? Он выпрыгнул из коляски, стал кататься по земле, рвать на себя волосы и кричит. Вы убили ее, вы зарезали, вы зарежете теперь меня, зачем мне жить? А когда уже опустили гроб в землю, он бросился туда. Значит, стал на себя сгребать землю и кричать, заройте меня, я не хочу жить. И это самый жестокий человек в империи, который, не моргнув глазом, казнил сотни людей. Но почему эта женщина имела над ним такую власть? Оказывается, когда-то Настасья Минкина спасла Аракчееву жизнь. Она предсказала, что на смотре один солдат будет заряженным ружьем. Аракчеев подошел к солдату, стоящему вторым, в первом ряду и заставил его выстрелить в пол. Действительно, ружье оказалось заряженным, и солдат потом признался, что он готовился стрелять в Аракчеев. После этого случая железный Аракчеев и шагу не мог ступить без подсказки своей любовницы. По сути, эта безродная цыганка Минкина во многом вершила судьбу российского государства. Она гадала ему на картах и довела его до такого состояния, что он иногда не делал шага без вот этой карточной, так сказать, раскладки. И тогда он уже определял для себя, как бы, ну вот, шаги свои в определенном деле. Граф был морально раздавлен. Дело в том, что стало сбываться еще одно давнее пророчество. В 24-м году якобы забрела в имение монахиня и сказала Аракчееву, что береги Настеньку, пока она жива, с тобой все будет хорошо, ее не будет, тебе будет плохо. Кто знает, может, эту монахиню когда-то подослала сама Анастасия. Но с ее смертью звезда Аракчеева действительно закатилась. Перед самым убийством Минкиной Аракчееву поручили важнейшее дело в его карьере. Зрело восстание, известное восстание декабристов. В среду заговорщиков были внедрены шпионы. Все уже было известно, все нити заговора были в руках у Аракчеева. Но тут, узнав о гибели любовницы, Аракчеев впервые пренебрег государственным долгом. 12 сентября он напишет Александру о том, что случилось, что он потерял лучшего и верного друга, и что теперь он находится в таком состоянии, что вряд ли может заниматься делами. Я делся во все серое, находился вот в этом странном состоянии, как бы не было покоя, естественно, переживания большие, и не мог человек, естественно, служить в этой ситуации. 1 декабря 1825 года в Таганроге от горячки умирает император Александр I. А спустя две недели в Петербурге происходит восстание декабристов. Из-за личного горя Аракчеев попросту прозевал этот бунт офицеров. Он бы как бы разбил эти организации декабристские, они не смогли бы консолидировать силы, естественно. Было упущено время, и поэтому декабристы тут приняли решение о выступлении раньше срока, больше чем на полгода. Новый государь Николай I не простил Аракчееву этой слабости. Некогда незаменимого чиновника отправили в отставку. Остаток дней он провел в одиночестве в своем имении. Но вот что самое интересное. Аракчеев проводил, как сказали бы теперь, социально ответственную внутреннюю политику. Он перестроил многие селения, снеся крестьянские избы деревянные, построил каменные дома. Он вел хлебные магазины, которые обеспечивали крестьян внеурожайные годы. Он вел, ну, своеобразную такую кассу, скажем так, взаимопомощи для крестьян, судосберегательных. И это не только в родном имении, а во многих губерниях удивительная для российского сановника забота о народе. Но не сложилось. Из-за его страстной любви к жестокой и сумасбродной крестьянке Россия пошла другим путем. Казалось бы, стать возлюбленной великого человека – это большая удача. Но на деле такие отношения заканчиваются трагедией. Близкие люди гениев проходят через все круги ада. Амадео Модельяне – самый странный художник за всю историю живописи. Многие его картины слишком уж откровенны, бросают вызов общественной морали. Но если вы посмотрите на Миласкеса и на Рубенса, на Вильняр Тициана, все они такие скромницы, понимаете, все они чуть прикрыли, грудь прикрыли, значит, лобок прикрыли. Тут все вам показано, непосредственно, явлено, вывалено на вас. Вот прямо на смотри, не пытайте убрать глаза. Ты хотел смотреть, она говорит мужчине. Хотел, гад, смотреть? Вот смотри, я тебе все покажу. Вот подавись этим. При жизни Модельяне его картины пылились в мастерской, а сам он прозябал в бедности. Его содержали часто женщины. Не он их, имея их огромное количество, а они ему поддерживали, помогали. Но что творилось в душе этого гения? И как он искал свое вдохновение? Утреблен наркотики, марихуану. Человек, который менял женщин, очень много пил. Тратил на абсент огромное количество денег, и на друзей, на разгулы. Но главным его наркотиком все-таки было искусство. И женщины, его натурщицы. Он считал, что он должен обязательно спать, переспать со своей каждой натурщицы. Каждая картина – это страница из его любовного дневника. Мы знаем, что даже Анна Ахматова была его натурой, и она этим очень гордилась. Несколькими штрихами он отражал ее характер, ее внешность, ее поэтичную натуру. Но при этом Модельяне был женат. Его супруга, тоже художник, ради него бросила все. В 18 лет поставила крест на собственной карьере. Хотя родители были против этого союза и буквально отреклись от нее, тем не менее она бросила свою живопись и посвятила свою жизнь этому человеку. Родила ребенка, а потом годами терпела унижения. Он мог избить ее, он мог заставить ее пить, он мог при ней изменять ей. Казалось бы, где тут чувства? Но ведь он рисовал ее много раз. Как еще художник может признаться в любви? У него была любимая модель Жана. Любимая настолько, что он ее рисовал более чем 50 раз. Для сравнения, там, 3-5 раз он ее рисовал 50, он рисовал ее бесконечно. В 1919-м Модельяне скончался от туберкулеза в возрасте 35 лет и позвал ее за собой. Когда он умирает, он просит ее в конце своего пути, просит, чтобы она тоже пришла с ним в этот ад или рай. Сразу после смерти Модельяне Жанна избавилась от всех его работ. Может, хотела отомстить? Не могла больше видеть портретов своих соперниц. Она легко отдает практически все его картины жулику, который уговаривает ее продать ему эти работы. А потом Жанна выполнила последнюю просьбу мужа. Шагнула с шестого этажа. Она была на шестом месяце беременности. Недавно два полотна Модельяне ушли с аукциона почти за 70 миллионов долларов каждая. Останься Жанна в живых. Она бы обеспечила своих детей и внуков, и правнуков. Но она распорядилась иначе. Но что позволено художникам, не позволено главе государства. Хотя и у больших чинов шкафы ломятся от скелетов. Любимая женщина президента Франции. Самая незаметная из всех существующих была как раз Ант Пежо, любовница Франсуа Миттерана. Как долгие годы она жила у него прямо на работе. С кем крутил роман и премьер-министр Англии Джон Мейджор? Дважды хотели убить, три раза ее хотели избить, четыре раза ее хотели изнасиловать. И за что любовница разрушила его жизнь? Он открытым текстом и сказал, что он ее убьет. Легендарный Франсуа Миттеран. Он правил Францией 14 лет с 1981 по 1995 год. И оказался замешан сразу в нескольких громких скандалах. Его сын и советник Жанна Кристофа арестовали за незаконную продажу оружия Анголе. А самого президента в 1982 году уличили в тайной прослушке политических конкурентов. Знакомы они, правда ли? Миттеран ревностно охранял свою репутацию. И ему было что скрывать. Когда преемник Миттерана Жак Ширак заступил на президентский пост, он первым делом выселил из Елисейского дворца некую Анну Пинжо. Оказывается, все эти годы в резиденции главы государства жила его любовница. Самая незаметная из всех существующих была как раз Анну Пинжо, любовница Франсуа Миттерана. Пинжо провела с ним рядом целую жизнь. Смирилась с ролью второй жены, молча терпела и другие увлечения президента. Это был союз двух интеллектуальных людей. Это была последняя страсть. Они познакомились, когда она была еще молода, ей было 42 года, а он был еще красив на тот момент. И что такое последняя страсть? Это просто Титаник, это взрыв сфер. И он, этот Титаник, превратил в подводную лодку, которую очень сильно охранял, и которая была засекреченная. Когда Миттерану было 58, она родила ему дочь, Мазарин. Как две капли, похожие на отца. Президент в ней души не чаял. Была история, связанная с их приездом, когда они переезжали с одной дачи на другую, и она потеряла где-то кошку. Так он прислал десантников туда, вертолеты прилетели, чтобы они разыскивали сутки эту кошку, ребенку эта кошка досталась. Но при всей отцовской любви девочку долгие годы скрывали чуть ли не по программе защиты свидетелей. Была в тени вот этой государственной тайны. Росла тихо. Она носила другую, безусловно, фамилию. И несмотря на то, что за ними приглядывали сотрудники секретных служб президента с целью охраны ребенка президента, это была обычная девочка, и даже ее одноклассники не знали о том, что это за ребенок, очень долго. Неужели за 14 лет никто так и не догадался о тайной жизни главы Франции? Оказывается, об этом знали многие. Правда, предусмотрительно помалкивали. Знали все главные редактора, знала сама жена президента, знала все обслуживание, вся прислуга дворца Елисеевского. Знали все. Но никто не имел права открыто поднимать студента. Французов это даже позабавило. Президенту скоро стукнет 80, а он еще в полной боевой готовности. Ему не простили одного. Бесплатных апартаментов для его пассий в Елисейском дворце. То есть нация, она была в курсе. Они привыкли, что у него всегда были любовницы. Но журналисты ему задавали вполне конкретный вопрос. Живет ли ваша любовница Ани Пельжо с вашей дочкой Мазарин в Елисейском дворце? Он отвечал, нет. Скандал разгорелся как раз-таки на этой почве. Да живи сколько угодно. Хоть там гарем туда приведи в свою резиденцию. Но он же обманывал, что в Елисейском дворце она не живет, она там жила. Очередная шумиха поднялась в прессе сразу после смерти Миттерана. Любовница и незаконно рожденная дочь пришли проводить президента в последний путь и встретились лицом к лицу с его семьей. Ее с ее дочкой, внебрачная от Миттерана, даже не пустили на похороны. Сейчас Ан Пельжо скромная смотрительница в Лувре. Зато Мазарин стала публичной фигурой. Дочка, все-таки опираясь на суд французский, получила фамилию своего родного отца и стала, как и он, стремиться к политике. Но любовница президента Франции хотя бы не оглашала его похождения. Мы все должны удивляться и восхищаться ее скромностью, безответной любовью к президенту. Потому что единственное, чего ждала эта женщина, как и любая женщина на ее месте, это чтобы он развелся и на ней женился. У нее была бы нормальная семья, когда у них есть уже ребенок. А вот английскому коллеге Миттерана Джону Мейджору повезло куда меньше. В 1993 году британский премьер-министр Джон Мейджор подал в суд наряд бульварных изданий, которые приписывали ему интрижку с некой дамой. Чиновник утверждал, что никогда не изменял своей жене и выиграл процесс. Но на самом деле любовница у него была. Правда, совсем другая. В конце того же 1993 года пресса забурлила с новой силой. Оказывается, премьер-министр крутит роман с Эдвиной Карри, министром здравоохранения. Джон Мейджор познакомился с Эдвиной Карри в английском, британском сенате. Она была ни много ни мало министром здравоохранения. И вот все это время, сколько он был на посту, у них были, они везде вместе ездили, у них были близкие отношения. Их связь продолжалась целых четыре года. И это при том, что на публике премьер-министр открыто демонстрировал к ней свою неприязнь. Когда в 97-м Эдвина Карри провалилась на выборах в парламент, Мейджор аплодировал. Оказывается, он давно охладил к любовнице и просто не знал, как от нее отделаться. Однажды он ей сообщает, что они больше не вместе. И чтобы она забыла, а между ними ничего не было. Это так, был легкий флирт. Это была его роковая ошибка. Такого женщины не прощают. Первое, чем она занялась, это шантажом. Она стала говорить о том, что разоблачит всю его интимную жизнь. И буквально они оставят камни на камне и обязательно испортят его карьеру. Причем собственная репутация Эдвину Карри совершенно не заботила. А ведь ей было что терять. Мейджор пытался образумить любовницу. Сначала уговорами, потом угрозами. Только попробуй. Ты знаешь, как могут исчезать люди. Это был прямой намек. Он за ней приставил свежку. Она это чувствовала, она это понимала. И однажды он в открытую сказал, ты странно получает книгу, ты лишаешься жизни. Он открытым текстом и сказал, что он ее убьет. Но Эдвин Карри была непреклонна. Сначала в прессе появилась ее статья о романе с мейджором. А следом за ней вышла и книга, которая тут же стала бестселлером. Весь мир узнал постельные секреты премьер-министра. Она описала его полностью как мужчину. Что с ним происходит во время занятий любовью. Как они вместе с ним посещали за границей шекшопы. Она рассказала о его фантазиях гомосексуальных. Когда англичане прочитали это, ну и ходили по улицам и говорили, что они теперь больше знают о своем премьер-министре, чем его родная семья. Они знают не только, каким носовым платком пользуются, но и с каким запахом предпочитают презервативы. Карьера британского премьер-министра была закончена. Оправдаться он уже не мог и подал в отставку. И скорее всего, правда, там было процентов, может быть, 40-60. Это было конструирование. Конструирование реальности, которое помогло Эдвине Карри добиться желаемого. А при этом она подробно расписала, что ее дважды хотели убить, три раза ее хотели избить, четыре раза ее хотели изнасиловать и все остальное. Что там правда, что нет, вопрос, который останется для всех вопросом. Она просто отправила его в отставку за то, что он дал отставку ей. Хотя чему тут удивляться? Ведь что может быть страшнее мести отвергнутой женщины? Это событие изменило весь ход истории. 1945 год. В обстановке строжайшей секретности в самом сердце американской разведки несколько генералов ЦРУ были ознакомлены с докладом следующего содержания. Кончится война, все как-то утрясется, устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото. Всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы неизменно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников, самой России. Тогда, казалось, мощь Советского Союза сокрушить невозможно. Наша страна одержала безоговорочную победу в войне. Но вчерашний союзник, Соединенные Штаты, уже готовил упреждающий удар. Вчерашние друзья стали врагами. 11 декабря 1945 года президент Соединенных Штатов писал письмо Сталину и проговорил, что вот, господин Сталин, примите, пожалуйста, моего художника, который нарисовал бы ваш портрет. А за два дня до этого Совет начальников штабов американских принял план бомбардировки 20 городов Советского Союза. Автором знаменитого проекта по уничтожению Советов был Аллен Далес. Тогда еще Малаком и известный руководитель резидентуры управления стратегических служб в швейцарском Берне. Далес призывал разрушить Россию изнутри, разложить сознание и развратить нацию. По некоторым данным, уже в 1945 году этот план был принят к исполнению. То есть Советский Союз, спецслужбы Советского Союза, пытались вот этот план Аллена Далеса фактически сломать. Но именно доктрина самого Далеса зиждилась и как бы основном костяк был именно на моральном, сексуальном извращении русского народа. Сломать хребет, сломать христианские традиции русского народа. Когда холодная война закончилась, американцы подвели итоги. Выступая в 1992 году перед Конгрессом, госсекретарь США Джеймс Бейкер заявил, «Мы истратили триллионы долларов за последние 40 лет, чтобы одержать победу в холодной войне против СССР». Многие считают тот самый документ Далеса настоящим средоточением зла, началом холодной войны и чуть ли не главной причиной краха Советского Союза. Особенно много про него стали говорить в 90-е годы, когда стало очевидно, что битва с Америкой проиграна. Однако почему же в плане Далеса столько несовпадений и странных несостыковок? И главное, почему нигде не опубликован оригинал или хотя бы копия доктрины? Мог ли быть доклад 1945 года настолько засекречен, что вообще никогда не издавался? А может быть причина куда проще? Знаменитого плана по развалу СССР не существовало. Это, я тоже думаю, рождено от страшного отчаяния людей, которые не могли объяснить, вот произошла катастрофа, рухнул Советский Союз, рухнули очень многие вещи, к которым люди привыкли, многие обнищали в это время. И люди пытаются объяснить, заговор какой-то. Действительно, Соединенные Штаты прилагали к этому усилия. Загадочные и знаменитые протоколы сионских мудрецов, таинственная гибель Пола Маккарна, мимники Гитлера и даже легендарный коктейль Молотова. Являются ли они секретными подлинниками или на самом деле ничто иное, как умелая фальшивка, мистификация века, подделка, заставившая миллионы содрогнуться в ужасе? До разгадки остались считанные минуты. Сегодня мы разоблачим все самые громкие обманы 20 века. Смотрите прямо сейчас. Знаменитый план Алина Далеса. Как готовились уничтожить Россию? Коварство сионских мудрецов. И их секретный план по захвату целого мира. Неизвестный дневник Адольфа Гитлера. И уникальная исповедь Евы Браун. Билл Гейтс покупает права на Библию. Неужели это правда? И что скажет папа? Пол Маккартни умер? Кто же поет за него долгие годы? И женская интрига за спиной бождя народов. За что Сталин хотел уничтожить жену Молотова? Невероятный любовный треугольник. И как с ним связан коктейль Молотова? Эта секретная операция весной 1945-го потом навсегда войдет в историю. Глава американской разведки в Европе Ален Далес принимает участие в переговорах с высшими чинами нацистской Германии о заключении сепаратного мира. Мы готовы заключить мир, но при условии, что будут соблюдены наши интересы. Вы имеете в виду, сохранена ваша жизнь. И наша власть тоже. Тогда вы продолжите войну с русскими до победного конца. Далес был главным резидентом управления стратегических служб США в Берлине. То есть продолжал свою разведывательную работу, которая в том числе была связана с поиском нацистских специалистов в различных отраслях науки, техники, которые могли представлять интересы Соединенных Штатов Америки. Еще до окончания войны стало понятно. В мире будут две сверхдержавы – США и Советский Союз. И американцы уже тогда разрабатывали планы нападения на бывших союзников. Операция потом получит романтическое название «Санрайз» – «Рассветный». Далес зловещая фигура. Зловещая, как всякий крупный разведчик. Всего через несколько месяцев после этих переговоров советские войска водрузят флаг над Рейхстагом. А в управлении ЦРУ сразу после победы СССР высшие чины будут слушать секретный доклад от шефа разведки в Европе. Или это все обман? Мы будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет. Будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Однако сразу после окончания войны разведчик Далес работал простым юристом, а директором ЦРУ стал только в 1953 году. И в 1945 на заседание такого уровня, несмотря на все свои прошлые заслуги, просто не мог быть допущен. По своему положению он не играл никакой существенной роли в 1945 году. Потому что в 1945 году его контора разведывательная была ликвидирована, и она была создана ЦРУ только в 1947 году. И не Далес ее возглавлял. Во-вторых, ни в одном из рассекреченных документов ЦРУ не зафиксировано факта подобного выступления Далеса. В-третьих, почему все-таки о плане Далеса в России заговорили только в начале 90-х? Кто же его скрывал 45 лет? И зачем? А может быть, его попросту не существовало? Ведь кроме нестыковок есть еще и одно совпадение, которое меняет все. Было опубликовано в книге Анатолия Иванова «Вечный зов». И там произносил это бывший полицейский царской охраны Лохновский, который после поражения, после разгрома белой власти, вот ушел в подполье и излагает свои планы в отношении возвращения, излагает свои планы, как вернуться снова к власти, вот путем такой психологической войны. Оказывается, план Далеса может быть обыкновенной фальшивкой, подделкой, сплошной цитатой из русской же классики. Вот эта женщина была одной из немногих, кто хранил секрет до самой смерти. Галина Иванова. Жена знаменитого автора «Вечного зова» Анатолия Иванова умерла год назад. При жизни она никому не цитировала эти места из произведений мужа. Но если бы решилась, то это была бы настоящая бомба. Ядерная. Текст секретного доклада полностью повторяет прямую речь героя романа «Вечный зов» в редакции 1981 года. Сравните эти две цитаты. Это так называемая речь Далеса. Кончится война, все как-то утрясется и устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем. Все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. А это фрагмент из книги. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Как, спрашиваешь? Как? Нечто похожее по мысли сам Далес озвучивает в романе Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны», написанном еще в 68-м. Нам нужно делать ставку на развитие национализма в России. Тогда, может быть, коммунисты рассыплются. Люди уже привыкли смотреть «Семнадцать мгновений весны». Они узнали, что был такой Аллен Далес. Они узнали, что был такой Штирлиц. Знали, что был Борман. И вот из этого убогого интеллектуального багажа стали строить какие-то свои схемы. Которые пытались установить контакт с работниками Аллена Далеса. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов. Первое. Дезинформации. Если допустить, что плана Аллена Далеса по разрушению России изнутри никогда не существовало, а сам документ – литературная выдумка, неужели у Америки не было секретного плана на годы Холодной войны? Конечно, был. Стратегия определена и задокументирована в августе 48-го года. Только ЦРУ уже не имело к ней никакого отношения. Директива Совета национальной безопасности США 20-1 содержала подробный план по дестабилизации обстановки в России. Развертывание психологической войны против Советского Союза путем активной пропаганды, путем распространения средств массовой информации, журналов, газет, радиопередач. Удалось ли американцам реализовать свои планы? И кто праздновал победу? Вопрос открытый. В любом случае, Далес к разработке этого документа не имел никакого отношения. Хотя все равно стал символом Холодной войны. Может быть, благодаря работе в ЦРУ, а может быть, благодаря Анатолию Иванову и его вечному зову. 1897 год. Тайный конгресс в швейцарском Базеле. Идеолог сионистского движения и борец за свободу еврейского народа Теодор Герцель покидает штаб-квартиру. Всего на несколько секунд Герцель оставляет пухлый портфель без присмотра. Там все документы и знаменитые протоколы. Рядом оказывается агент российской тайной полиции. Он незаметно достает из портфеля Герцеля пачку бумаг и незаметно скрывается в шумной толпе. Тут же, вечером в гостиничном номере, он садится составлять депешу. Имею честь сообщить, что документ находится в руках вашего покорного слуги. Через считанные дни я доставлю его в Петербург. Так протоколы сионских мудрецов стали известны всему миру. Почему же этот документ приводит многих в трепет до сих пор? Что за доктрина была в нем изложена? То есть евреи должны и финансово завоевать мир, и морально завоевать мир. И только когда они завоюют евреи вот этот мир, они подомнут под себя. Вот тогда иудаизм станет великой религией всего народа мира. Вот практически все 24 пункта на этом конгрессе сводились к этому. Технологии промывки мозгов. Насаждение порнографической литературы. Разрушение христианства с целью насаждения иудаизма и внедрения евреев на ключевые посты в банковской, юридической и управленческой системах. Вот краткое содержание протоколов. Безусловно, этот документ содержал немало антисемитских воззрений, антисемитских утверждений, и в силу этого в политических целях он и использовался, он и публиковался именно для обоснования антисемитской политики и антисемитских убеждений части населения. И использовался и в Германии, и в России. Первая публикация протоколов датируется 1905 годом. Некоторые исследователи полагают, что сионский заговор против Гоев, то есть неевреев, действует до сих пор. Так, например, сионские мудрецы декларировали. Для развращения Гоев нам помогут наши женщины. Надо отдавать наших жен замуж за руководителей Гоевских государств, чтобы они могли диктовать им то, что необходимо нам. Уинстон Черчилль был уверен, после революции власть в России захватили сионистские организации. И их этот план по захвату мира получил свою точку отсчета. Газета «Новое русское слово» от 1959 года утверждает, что первая жена Хрущева, Надежда Горская, была еврейкой по матери. Некоторые исследователи не исключают, что знакомство с ней было частью сионистского плана. В те времена это, наоборот, считалось знаком качества, что он там женился на еврейке. Практически все политбюро было женато на еврейке. Это был своеобразный пропуск наверх. И к тому же, посмотрите, Молотов, Каганович, само собой понятно, Ворошилов. Об этой истории любви практически ничего не известно. От их брака осталось только вот это. Одна единственная фотография. Никита и Надежда были женаты около двух лет и развелись в начале 1921 года. У нее были амбиции, очень большие амбиции. И она же еврейка, она чистокровная, породистая еврейка, из очень порядочной, приличной еврейской семьи. И вот эти амбиции, которые ей в юности как бы дали, то есть ее, она хорошо воспитана была, она музыку хорошо произвела, она риторикой занималась. Впрочем, в годы правления Хрущева отношения СССР и Израиля были более чем прохладными. Никита Сергеевич откровенно называл Израиль враждебным государством. Возможно, сианинский план провалился. Но не исключено и другое, что знаменитых протоколов никогда не существовало. Безусловно, вот этот именно заговор, всемирный заговор с целью установления власти над миром, как это изложено в протоколах сианинских мудрецов, и как это выдавалось за истину, за подданные политические действия, это не соответствовало действительности. Поэтому мы говорим, что это мистификация. Есть версия, что знаменитый документ – фальшивка. Обыкновенный плагиат, надерганный из разных философских трактатов. Исправленный, дополненный и много раз переизданный. Да, в 34-м году в Швейцарии прошел специально даже суд был. И они признали, что это протоколы, а не фальшивка. Это признал суд в Швейцарии. Потому что он к суду шел три года, и в 37-м году он вынес свой вердикт. Некоторые исследователи полагают, текст протоколов сионских мудрецов был сфабрикован по приказу начальника зарубежного отдела департамента тайной полиции Петра Орочковского в конце 19-го века. Петр Иванович, будучи очень неординарным человеком, который в Париже прожил на протяжении где-то более 20 лет, увлекавшийся театром, увлекавшийся литературой, знакомый со многими французскими политическими деятелями, писателями, очень интересовавшийся проблемой масонства. Это, наверное, один из немногих выдающихся представителей охранной службы Российской империи. Цель Рочковского была весьма прагматична – укрепить антиеврейскую политику царского самодержавия. Эта цель была достигнута. Но кто же мог предположить, что документ переживет и царскую империю, и советскую? Мне плохо, очень плохо. Я продолжаю петь. Скоро все станет лучше, но это не помогает. В настоящий момент любовь не является частью его программы. Его квартира готова, но мне не разрешают посещать его. Теперь, когда он вернулся в Берлин, я немного расслаблюсь. Но на прошлой неделе было несколько дней, когда я плакала на взрыв. Каждую ночь. Это фрагмент из дневника самой знаменитой музы 20 века. Исповедь возлюбленной Гитлера Евы Браун стала доступна для чтения спустя два года после ее гибели в 1947 году. И эти откровения – настоящая сенсация. Так вот, и когда большая часть дневников была посвящена перечислению тех кремов, косметики, мехов, которые якобы получил Ева Браун в подарок от Гитлера. Фюрер в дневнике Евы Браун предстает, каким его не знал и не видел никто – человечным, домашним. Ева Браун относилась к Гитлеру созерцательно. Ее любовь к Гитлеру выражалась не в тех сексуальных домоганиях или притязаниях на тело Гитлера, скажем так, а больше идеология фюрера. Ведь ее поразило выступление Гитлера, когда он выступал в Рестаге. Я хочу лишь одного – так заболеть, чтобы не быть в состоянии, по крайней мере, неделю заботиться о нем. Почему со мной ничего не случается? Лучше бы я никогда не встречалась с ним. Я в отчаянии. Я опять покупаю себе снотворное, чтобы впасть в полутранс и не размышлять так много. Он вот всячески уклоняется тогда на тот момент от общения с ней. То есть ей хотелось бы видеть его гораздо чаще, но он запрещал и ей приезжать к нему, при том, что была возможность тогда встречаться не только вот в Мюнхене, но и он мог вызвать ее в Берлин, не захотел. Но всего через несколько месяцев дневник Евы Браун был изъят из продажи. При очень загадочных обстоятельствах. Что это? Послевоенная цензура? Последствия Нюрнбергского процесса? Истинная причина оказалась куда прозаичнее. Исследователи выяснили – эти дневники – обыкновенная фальшивка. И потом выходили одной книгой. Причем их автор-составитель, вернее, скажем так, человек, который претендовал на то, что он всего лишь готовил эти дневники к публикации, на самом деле впоследствии был улечен, например, тем, что текст этих дневников совпадал, ну, скажем, с дневниками великосветских дам австро-венгерского двора, которые вели еще в начале 20 века. Ева Браун никогда не путала даты, не могла забыть адрес собственного дома и уж тем более не могла написать, что познакомилась с Гитлером на пять лет позже их первой встречи. Дневники Ева Браун не могли быть реальными по одной простой причине. С 32-го года она находилась под охраной СС. Она не могла. Ее проверяли, перепроверяли. Все ее окружение прекрасно знало, что ССовцы полезут в любую вещь, любую мелочь, и не дадут что-нибудь писать. А в 80-е годы появились дневники самого Гитлера. Блокноты с записями фюрера успешно прошли первоначальные проверки, были куплены у антиквара из Штутгарта Конрада Куяу и опубликованы журналом «Штерн». Журнал «Штерн» некое время сопротивлялся. Сумма была 9 миллионов марок. То есть это вполне прилично. Это порядка трех с гаком миллионов долларов. То есть 3,5, по-моему. 3,37 миллиона долларов, по-моему, это было. И, в общем, деньги большие. Как бы вещь неизвестная. Попытались провести экспертизу, но провезли ее халтурно. Дневники датировались периодом с 1932 по 1945 годы и содержали ряд сенсационных подробностей жизни фюрера. Первый этап строительства в моем Бергхофе завершен. Хотя все великолепно, но мне это не нравится. Некоторые снова раздинут свои пасти, что у меня и Евы рядом спальни, которые соединены бассейном. Теперь моя личная касса тоже пуста. Но документ, тем не менее, сильно озадачил многих историков. Например, известно, что с 1943 года у Гитлера начался частичный паралич. А почерк в дневнике так и не менялся. Потом, когда начали разбирать эти дневники, то оказалось, что, например, Гудериан присылает Гитлеру донесение. А в дневниках написано, что я послал донесение Гудериану. То есть разночтение, если брать архивы немецкие, и архив вот этого как дневник, да, есть разночтение. Немецкие ученые также выяснили, что красные ленты дневников, переплетный клей и ряд других элементов имели послевоенное происхождение. Никто не знал о том, что Гитлер вообще вел дневник. Ведь он ненавидел писанину и даже личные бумаги диктовал секретарша. По почерку, который в Англии, который делал эту экспертизу, сказал, что это не просто подделка, а плохая подделка, что почерк не похож вообще. Экспертиза не оставила от уникальных документов камня на камне. Выяснилось, что антиквар Куяу за несколько месяцев сам изготовил фальшивку в своей штутгарской мастерской, а потом продал ее для публикации в авторитетное издание. Он не стал долго отпираться, но выставил журналиста, принесшего сенсационную публикацию своим соучастникам. Суд признал виновными обоих и приговорил журналиста к четырем годам и восьми месяцам тюрьмы, а Куяу к четырем годам и шести месяцам. А он брал просто немецкие архивы и фактически переписывал немецкие архивы от имени Гитлера. Вот и все. Делая как бы дневниковые записи от имени Гитлера. И вот это разночтение даже никто не мог догадаться, потому что вне вникали ни историки спецслужб, ни сами спецслужбы, ну ездите и ездите. А это фальшивки накатали аж 20 томов, 20 дневников Гитлера он накатал. Обман века был разоблачен. И скандал вышел огромным. Журналу пришлось публично приносить извинения и в спешном порядке уничтожать даже намек на цитаты из фальшивого дневника. Антиквара и мистификатора Куяу тюрьма не исправила. Едва освободившись, он открыл целый магазин подделок и до самой смерти торговал полотнами Рембрандта, Ренуара и Пикассо, а также указами Наполеона и акварелями все того же Гитлера. А поддельный дневник Гитлера все-таки не уничтожили, ведь он стоил своему создателю стольких сил. Он взял, в общем, одну такую книжечку, там Гитлер, беседы и интервью, вот такая, в общем, книжечка слабенькая очень и довольно частично фальсифицированная. Он с нее так в основном там что-то драл, а остальное, значит, дописан. В апреле 2004 года он был выставлен на аукцион за 7 тысяч евро, что, конечно, гораздо меньше, чем те суммы, которые предлагались за якобы подлинник. Но слава для Куяу всегда была дороже денег. Об этом человеке знает весь мир, но об истории его любви к единице. Самый богатый человек мира Билл Гейтс. Говорят, он настолько был влюблен в свою жену Мелинду, что даже построил офис компании напротив окон ее дома. Она к нему пришла, он говорит, а где вы живете? Она говорит, там. Но это девушка, за которой я там наблюдаю. Каждый вечер он ее там, мало того, у него зрение плохое, и он так смотрит. И только же очертания фигуры, да, видны, но она там в домашней одежде, он не мог. А потом он понял, что на нее, оказывается, смотрит. Вообще всеми вечерами. Их отношения с Мелиндой были очень романтичными. Однажды, например, миллиардер предложил, если Мелинда хочет его видеть, пусть включит у себя на рабочем столе лампу под зеленым абажуром. Я объяснил ей, что есть такой момент в великом Гэтсбе Фитт-Жиральда. Герой книги стоит у своего дома и смотрит, как на причале Дези светится зеленый огонек. Но она, кроме этого, была достаточно неприступной. И Билл, конечно, сразу же ее подметил, но у него не было никак повода к ней подойти, поскольку он тоже был воспитанным хорошо человеком, понимал, что девушка непростая. Их контакт прямой состоялся, так сказать, не сразу. Их свадьба. Это был тот редкий случай, когда самый богатый человек планеты сменил свитер на белоснежный смокинг. А чтобы влюбленных не беспокоили папарацци, выкупил все билеты на самолетные и вертолетные рейсы на Гавайи. Свадьба, на которую было приглашено огромное количество гостей, проходила на Гавайях. Для того, чтобы оградить себя и своих близких людей, Билл Гейтс выкупил номера гостиницы, в которой происходила церемония. Единственная, кто присутствовал из прессы на этой церемонии, это была генеральный директор Вашингтон-Пост, которая была личной знакомой Билла Гейтса. После свадьбы Билл и Мелинда открыли собственный фонд, который занимается благотворительностью, в том числе бесплатной установкой компьютеров в общественных учреждениях. Его возглавляет жена миллиардера. Общий объем капитала 30 миллионов долларов. Одно такое общественное учреждение они едва не выкупили. Говорят, к этой сумасшедшей идее руку приложила именно жена Билла Гейтса. Это стало сенсацией 1994 года. Компания Гейтса разместила на своем сайте сразу несколько пресс-релизов. В них сообщалось, католическая церковь теперь принадлежит не только Богу, но и компьютерным магнатам. По условиям сделки компьютерный гигант приобрел церковь в обмен на долю в доходах компании. Именно Билл Гейтс делал большие влияния в школы католические, в католические приюты, в католические больницы. Соответственно, за это Иоанн Павел II тоже ему делал какие-то респекты. То, что, собственно говоря, дозволено только самым близким людям. И два авантюрных человека встретилось. Это была мощная рекламная пиар-компания. И сам Билл Гейтс тогда якобы заявил. После сделки папа Иоанн Павел II получит должность старшего вице-президента нового отделения объединенной компании. Папа Иоанн Павел II не торопился опровергать сенсацию, что тоже подливало масло в огонь. Существует наверняка небезосновательное мнение о том, что спровоцировала эту реакцию именно Мелинда, которая была и есть, остается верующей. И о том, что именно она подтолкнула своего мужа сделать такую крутую пиар-компанию. Сделка предполагала получение Microsoft эксклюзивных прав на Библию и бесценную ватиканскую коллекцию произведений искусства, включая творения Микеланджело и да Винчи. Это, конечно, породило очень негативные тогда отзывы в адрес Билла Гейтса. Он сам не сознавался. Но дыма без огня не бывает. Скорее всего, он был связан с Иоанном Павлом II, который был человеком достаточно авантюрным. У них была между ними цепочка, у них была веревочка. Потому что это не секрет, что именно Билл Гейтс спонсировал очень здорово католическую церковь. Гейтс предлагал поставлять религию прямо на компьютер с богатым набором интерфейсов. Век высоких технологий должен заставить и религию двигаться вперед. Они могли якобы получить отпущение грехов, интеллигенцию и уменьшить даже время нахождения в чистилище, не выходя из дома. Подробности этой акции стали известны только через несколько дней. Билл Гейтс открестился от идеи купить церковь. Заявление оказалось фальшивкой. Или хорошей рекламной кампанией. Вполне возможно, что эта акция и не является фикцией. Ведь известно, например, что Иоанн Павел II был большим сторонником церковных реформ. И даже записывал пробоведи на компакт-диски. И не исключено, что когда-нибудь религия и технологии образуют симбиоз. Ведь они самое главное в жизни современного человека. Вечер 12 октября 1969 года. Музыкальный эфир радиоведущего Расса Гиба прерывает неожиданный звонок. Добрый вечер, Мичиган. Я Том. И у меня есть новость, которую должны знать все. Расс насторожился. В его эфире обычно передавались приветы близким, да и голос этого молодого человека был слишком возбужденным. Я хочу сказать, мне стало известно, что Пол Маккартни из «Битлз» на самом деле мертв. Это такая шутка? Когда это случилось и где? 9 ноября 1966 года. Это шокирующее известие привело к полному обвалу телефонной линии. Рыдающие поклонники звонили всю ночь. И потом еще несколько дней подряд, требуя подробностей. Это случилось после бурной ссоры с остальными участниками группы. Пол сел в машину и на большой скорости унесся прочь. А спустя полчаса его тело нашли на обочине дороги. Даже до совка тогда, до нашего черного рынка, стали доходить вот эти слухи, что Пол Маккартни совсем не Пол Маккартни, а кто-то другой. Той ночью Пол решил подобрать стоявшую на обочине девушку Риту. Когда она села в машину и разглядела, кто сидит за рулем, то с визгом бросилась на шею суперзвезде. Пол не справился с управлением. Машина вылетела на красный свет и врезалась в грузовик. Рита сама выбралась из машины и попыталась помочь Полу. Но авто вспыхнул, и девушка сделать уже ничего не смогла. Пальцы Маккартни были сломаны. Сам он так и не смог выбраться. Голова обгорела, из-за чего люди, которые скопились на этом месте происшествия, они не узнали в этом погибшем Полу Маккартни, потому что именно голова у него обгорела. За этой машиной, как оказалось, ехал журналист. Он все это видел. Он знал, единственный, кто и это Рита знали, что в машине находился Маккартни. После этой трагической кончины музыканты решили сохранить гибель Маккартни в секрете и заменили его актером по имени Уильям Кэмпбелл. Погибает, но Рита утверждает, что это точно, это был тот человек. Скорее всего, чтобы трясти эти слухи, быстренько того человека похоронили тело, и появляется новый Пол Маккартни. Находят двойника. Ну как найти двойника по голосу? Ну это совсем, как сейчас показывают многие шоу, это совсем несложно. К тому, что это чистая правда, поклонники тут же нашли десятки подтверждений. Так, если прослушать наоборот песню «Революшн» из белого альбома, то можно услышать фразы «Мои пальцы сломаны» и «Заведи меня, мертвец». Ну не Андерман, ну не Андерман. Здесь, да, здесь якобы вот Пол Маккартни, там вот его бас-гитара, они писали, значит, эти. Вот на сержанте мы увидели бас-гитару Пола Маккартни, похожую на могилу. Якобы вот она лежит, эта бас-гитара, и там четыре струны, четыре палочки каких-то лежат, понимаешь? И вот это могила Пола Маккартни, битлы сами изобразили его. В 1967 году в репертуаре группы появилась песня о девушке с автостоянки. И зовут ее, как ни странно, Рита. Написал этот хит Пол Маккартни. В 1966 году им был написан любимая Рита, которая вошла в альбом «Сержант Пепперс». И, судя по всему, эти мистификаторы, когда придумывали эту историю, ведь ему надо было как сделать, что Маккартни едет по дороге и попадает в аварию. Значит, надо было объяснить, каким образом он попал в аварию. Вот, значит, он подсаживает себе в машину какую-то девушку, голосующую на дороге. Кроме того, масло в огонь подлил и тот факт, что в 1966 году группа практически распалась, а сам Маккартни скрылся из вида. Битломаны и сторонники версии, что Пол мертв, несколько раз указывали на то, что действительно Битлз намекали. Они не говорили в открытую, что Пола нет, они на это намекали. Например, Пол, например, в чемодане. Или Пол, там, над Полом склонились на диске девушки в траурном одеянии. Вот, это тоже. И многие битломаны считают, что Пол Маккартни, он человек суеверный. Он никогда бы не пошел на то, чтобы сесть в какой-то ящик в виде гроба. Но упрямые факты говорили об обратном. На самом деле Пол в это время был у себя в загородном доме с женой. Группа воссоединилась, чтобы записать новый альбом. А пресс-агенту Битлз в 1969 году пришлось дать официальное опровержение. Это куча старой чепухи. Данная история циркулирует уже два года, и нам пишут самые разные психи. Тем не менее, Пол до сих пор вполне с нами. Потом стали выходить книги. Стали выходить книги, статьи, книги. И дело приняло серьезный оборот. Надо было обороняться как-то. И я помню, когда мне подарили книгу, очень хорошо изданную, она так и называлась, 25 фактов того, что Пола Маккартни нет. Представляете? Как оказалось, слухи о смерти Маккартни были сильно преувеличены. Журнал «Лайф» тогда записал его интервью со знаменитой фразой. Думаю, если я умру, то узнаю об этом первым. Ведь у них несколько раз спрашивали, кого они оплакивали на кладбище. И они на этот вопрос не отвечали. И ведь действительно на могиле этого человека, вот к которому они приходили, да, когда вот есть съемки, что человек, который на портрет, абсолютное сходство с Полом Маккартни. Никакой автокатастрофы в тот день в Лондоне зафиксировано не было. Актер Уильям Кэмпбелл родился на 20 лет раньше Пола. Решение прекратить концерты группа приняла задолго до 9 ноября 1966 года. Они говорили, что шоу двойников какое-то было устроено. На самом деле это все достаточно легко разоблачалось, потому что шоу двойников должно было привлечь себе массу внимания. Ведь двойников-то не один-два, правильно? Там десятки, сотни. Эти люди должны были что-то рассказать, проговориться. Но фанаты до сих пор продолжают находить все новые и новые доказательства. Настоящего Пола уже давно нет с нами. Все, что до сих пор делает музыкант, это успехи двойника. Ложь оказалась настолько правдивой, что переубедить поклонников, кажется, не удастся никогда. И, конечно, загадочная Рита теперь навсегда останется в истории. Просто вот люди, которые придумывают это, они хотят приблизиться к Битлзу. Они хотят немножко урвать и себе. Битлз добрый, они этих накормили. Они всех накормят, всех. И дураков, и умных, и в Совке, и на острове Пасхе, и мертвых, и живых, и тех, кто еще не родился, они всем дадут. Всем по кусочку достанется, и все спасутся. Осень 1949 года. Этот разговор о погибшей в начале 30-х жене Сталина Надежде Аллилуевой не вошел ни в один учебник истории, но остался в секретных документах и воспоминаниях руководителя личной охраны вождя. Тогда Сталин, для которого нехарактерна была чувствительность, вдруг сделался задумчивым и обронил фразу, которая открыла его совсем с другой стороны. Меня своим поступком Надежда покалечила на всю жизнь. Ведь я ее любил, и она в конечном итоге оказалась в стане моих врагов. Жить стало лучше. Жить стало веселее. Сталина я, тем не менее, очень любил. Если почитать его письма к жене, которыми он обменился, которые стали сейчас доступны историкам, то они все преисполнены такой хорошей мужской нежности к своей жене. Он ее называл Татька. Татька моя любимая. Через несколько дней после этого разговора прямо посреди ночи Черный Воронок приехал за женой Молотова, Полиной Жемчужной. Именно ее Сталин считал виновной в гибели своей супруги. Именно она своими критическими речами про вождя подтолкнула Надежду к роковому шагу. Но почему человек, который мог принять решение за секунды, ждал долгих 15 лет? Эксперты полагают, что ни в тревожные предвоенные, ни в годы Второй мировой ссориться с министром иностранных дел Молотовым Сталин не хотел. В 49-м начались новые репрессии. Теперь вождя народов уже ничего не сдерживала. Тем не менее, она занимала положение, поскольку Молотов был второй человек в государстве, она занимала большое положение. Она до гибели Аллилуевой была большой подругой Аллилуевой, жены Сталина. Процесс над Полиной был скоропалительным, в лучших традициях эпохи. Запуганные свидетели называли ее антисоветчицей и иностранным агентом. Правда, сама женщина не дала ни одного признательного показания. Она сказала, это вот слова жемчужины, я передаю своими словами, но смысл точный. За то, что меня посадили, сама виновата. Хорошо, что еще не расстреляли. Молотов был раздавлен. Когда жену убирали из кандидатов в члены ЦК, он единственный, кто воздержался при голосовании. Где-то в течение полугода он писал какие-то бумаги, он искал, он даже ездил ее там, ему даже ведь не говорили, она сначала по этапу была доставлена в одно место, потом в другое. Он за какое-то время, там, между работой, между воспитанием дочери, он объездил несколько лагерей. Процесс курировал сам Сталин. Ясно было, что шансов у жены Молотова нет. Ее отправили на этап. Ну, этап был, конечно, такой мягкий, и Сталин приказал ее Магадан не отправлять, но она практически 4 года провела в Гулаге. Выйти Полина смогла только в 1953-м, после смерти Сталина. Личных счетов больше не было. В марте 1953-го года, после смерти Сталина, она была освобождена по распоряжению Лаврентия Павловича Берии. И он это не раз подчеркивал, он все время говорил Молотову, вот видишь, я освободил тебе жену, я освободил тебе жену. Ходили слухи, что министр иностранных дел Молотов тайно готовил ее побег. Будто замышлялось устроить бунт в тюрьме с помощью знаменитой горючей смеси, которую якобы Молотов специально изобрел для этого случая. Он ей тогда сказал, давай мы с тобой расстанемся, но как бы не навсегда, давайте заболей немножко. Ее же положили в госпиталь. То есть он попытался как-то ее спасти. А как ее можно было спасти? Вот этот коктейль Молотова, который сейчас анархисты и монархисты бросают в танке как горючую смесь, он практически составлял для того, чтобы спасти свою жену на тот момент. Но почему же тогда само выражение попало в русский язык только в конце 20 века? Почему собственный оригинальный рецепт смеси был у Че Гевары, турок и у французов? И, наконец, самый главный вопрос. Как получилось, что впервые коктейль Молотова был опробован в 1939 году за 10 лет до ареста Полины Жемчужной? Ответ прост. Молотов к зажигательной смеси не имел никакого отношения. Название родилось в годы советско-финской войны 39-40-х годов. Такие коктейли против наступающих танков стали использовать финны. Но без Молотова тут и в самом деле не обошлось. Советские самолеты тогда активно бомбили Хельсинки, в то время как Молотов заявлял, что самолеты сбрасывают гуманитарную помощь. Огромные авиабомбы стали называть хлебницами Молотова. А собственный ответ финны окрестили коктейлем Молотова. И вот они изобрели вот эту горячую смесь. В общем-то, тоже достаточно банальная штука. Она была известна еще в середине 20-х годов, просто ее не использовали активно. Средств противотанковой артиллерии у финнов было мало. Поставки, которые обещали им англичане и французы, задерживались. Поэтому они вынуждены были применять вот такие вещи. Правда, исследователи все же говорят, что в окопах смесь все-таки называли коктейлем для Молотова. Но журналистам знаменитая теперь версия показалась более убедительной. Сейчас эта смесь запрещена к производству во множестве стран. Тем не менее, ее продолжают использовать бунтари и демонстранты. Совсем не зная, что в основу такого популярного названия легла не история любви, а обыкновенный обман. Окопный каламбур, который превратился в одну из самых крупных мистификаций века. История в который раз доказывает, что чем причудливее, абсурднее и вычурнее заблуждения, тем больше в него верят. И тем больше его способность пережить не только своих создателей, но и века. И почти каждый раз за грандиозным мужским обманом стоит искать женщину, потому что любовь вдохновляет не только на великие свершения, но и на великие глупости и великие мистификации.